Уважаемые участники симпозиума, уважаемые коллеги, друзья, я с большим удовольствием вас всех приветствую в этом зале на третьем ежегодном симпозиуме журнала «Вестник гражданского процесса». В этом году тематика симпозиума «Казанский арбитражный день. Развитие верховенства права и региональные проблемы» – такое, может быть, немножко сложное название, но специально специфическое, ввиду того, что в России два года подряд проводился российский арбитражный день, но в этом году он был отменен по техническим причинам в Москве. Мы решили немножко поддержать наших московских коллег Александра Мавранова, Юлия Таи, сделать «Казанский арбитражный день», конечно, не такой масштабный, как московский, российский, но тем не менее. Уважаемые коллеги, я с большим удовольствием хотел бы предоставить слово декану юридического факультета Казанского федерального университета Лиле Талгатовне Бакулиной. Спасибо. Добрый день, уважаемые гости Казанского федерального университета, юридического факультета. Я рада приветствовать вас здесь, в стенах одного из старейших вузов России, на таком очень важном мероприятии, которое носит уже традиционный характер, поскольку это третий симпозиум вестника гражданского процесса. И я надеюсь, что эта добрая традиция будет продолжаться. Действительно, очень знаково, наверное, то, что это проходит здесь, в сентябре, на исходе сентября. Такая золотая пора. Я думаю, что это золотая пора для процессуального права. И это та возможность, которая предполагает перемены к лучшему, к совершенствованию, к изменению, к реформированию. И то, что здесь сегодня собрались представители не только юридической науки, но и практикующие юристы, представители органов государственной власти, правоохранительных органов, позволят таком синергетическим эффектам создать ту необходимую атмосферу, в результате которой будут сформулированы очень важные положения, касающиеся юридической науки, процессуальной юридической науки, гражданского, арбитражного процесса, административного процесса. И, конечно же, те предложенные варианты решения отдельных междисциплинарных проблем, что может удастся именно в таком вот сообществе науки и практики. Я рада приветствовать сегодня на симпозиуме представителей Нанкинского университета. Это давний партнер Казанского федерального университета и всех представителей российских и зарубежных вузов. Я надеюсь на то, что мы будем с вами плодотворно работать. И действительно, этот день, процессуальный день, станет вот таким важным, знаковым в развитии юридической науки и практики. Успехов всем вам! Спасибо. Спасибо, Лилия Тавратовна. Уважаемые коллеги, также с большим удовольствием хотел бы я предоставить слово для приветствия научному руководителю юридического факультета Казанского федерального университета Ильдару Блухаковичу Таханову. Спасибо большое, Дамир Хамитович. Я полностью присоединяюсь к словам декана юридического факультета, в особенности в той части, что мы рады приветствовать иногородних участников этого форума. Я одновременно хотел поблагодарить организаторов и наших столичных друзей, имея в виду, что под столицей я имею в виду Москву, поскольку Казань является третьей столицей России. Поэтому, чтобы акценты были правильно расставлены, я хочу как раз об этом напомнить. Я бы хотел сказать о том, что представители цивилистической науки, в особенности гражданского процесса, арбитражного процесса, который присутствует здесь, это люди, которые заняты очень серьёзным, большим делом. Я посмотрел тематику докладов, то здесь проблемы глобальные, касающиеся дальнейшего развития цивилистики в России и за рубежом. Поэтому интерес к этому мероприятию, он не случайен и со стороны практических работников Верховного суда нашей республики, судей Верховного суда. Я хотел бы выразить отдельную благодарность Кириллу Ивановичу, поскольку мы давно-давно уже сотрудничаем в разных сферах, не только в сфере цивилистики, но и в сферах, связанных с международным правом, уголовным правом. Мы издаём учебники, которые пользуются популярностью, которые не только издаются, но и продаются в России. Так ведь, Кирилл Иванович, насколько я знаю. Потому что, если бы они не пользовались такой популярностью, он бы к нам не обращался никогда с предложениями новый учебник какой-то подготовить, либо переиздать старый. Вот недавно вышло новое издание учебника по уголовному праву, общая часть уголовного права. Блестящий, хороший получился учебник. То есть, я имею в виду издан, хорошо. Содержание, так сказать, неудобно говорить, оно лучше или хуже, поскольку авторы здесь в основном – это преподаватели юридического факультета Казанского университета, ну и наши коллеги, либо выпускники факультета. Несколько слов хотел бы сказать о развитии научной деятельности на факультете, остановиться. Поскольку у нас есть определенная специфика, связанная с тем, что Казанский университет претендует на высокий уровень по отношению к другим российским вузам. У нас есть программа ТОП-100, вы знаете, и есть задача такая, цель войти всем университетам, в том числе юридическому факультету, в 100 лучших учебных образовательных заведений мира. И вот эта задача, она предполагает корректировку нашей научной работы. И мы работаем, по сути дела, сейчас в двух направлениях. Первое направление – это традиционные для юридической науки. Мы занимаемся актуальными проблемами, связанными с международной правовой деятельностью в сфере права международного, понятно. Мы занимаемся вопросами, связанными с цивилистикой, как видите. Это у нас передовой отряд факультетской науки. Кроме этого, незабываемые другие направления деятельности, научные деятельности. Но наряду с этим мы признали необходимым оказать содействие университету в развитии его главных, основных задач. Это задачи, связанные с развитием фундаментальной медицины, биомедицины, фармацевтики, нефтегазодобычи и переработки. И вот в этой сфере мы сосредотачиваемся сейчас, нацелились на то, чтобы заниматься проблемами правового сопровождения этих процессов. Это как бы второе направление, которое для нас является, надо признать, новым. Мы надеемся, что и на этом пути мы не подведем наших учителей, среди которых, как вы знаете, выдающиеся цивилисты, которые известны во всём мире для тех, кто умеет читать, писать и понимать гражданское право, гражданский процесс. Я ещё раз хочу высадить вам свою признательность за то, что вы собрались здесь и поблагодарить организаторов за доброе начало этой конференции. Спасибо вам большое. Спасибо, Эльдар Духакович. Наш факультет всегда очень активно взаимодействует с различными государственными структурами. Это наша традиция и в учебном процессе, и в научных мероприятиях. Нас всегда поддерживают наши друзья, в частности, Верховный суд Республики Татарстан. И лично Марат Максутович всегда нам очень сильно помогает. Вот у нас китайская делегация приехала раньше всех, уже несколько дней в Казани. И вот вчера был очень успешный поход с визитом в Верховный суд Республики и в Конституционный суд Республики. Вот у нас здесь присутствует зам. зам. председателя Верховного суда Республики Татарстан Марат Максутович и председатель Конституционного суда Республики Татарстан Фархад Гусманович. Вот хотелось бы предоставить слово для приветствия Марату Максутовичу Хайрулину. Добрый день, уважаемые коллеги, участники симпозиума, наши учителя. Очень рад всех вас видеть, много знакомых лиц в нашей Казани, в университете тем более. Позвольте всех вас от имени председателя Верховного суда Республики Татарстан поприветствовать. Дамир Хайрулинович правильно сказал, что мы тесно работаем и с университетом, с факультетом, с журналом. К большому сожалению, председатель Верховного суда очень занят. Сегодня заместитель генерального прокурора Российской Федерации проводит совещание, что симптоматично по уголовному процессу, вопросы применены, меры пресечения, и поэтому, к большому сожалению, он присутствовать не может. Всегда он открыт, всегда принимает и делегации, и в учебном процессе, и в практической работе, и просил извинений и поприветствует вас. Что касается практически нашей работы, время неумолимо бежит быстро. С последней нашей встречи, Дамир Хайрулинович и уважаемые коллеги, произошли немало изменений и в части гражданского судопроизводства. С июня месяца действует глава 21.1, это упрощенный вид судопроизводства в гражданском судопроизводстве. Мы этот вид производства давно ждали, но время пока еще прошло очень мало. Я думаю, где-то в конце следующего года будут определенные данные, продукт будет. И для судебной системы, для гражданского судопроизводства, наверное, наступит определенный период, когда мы обратим на это внимание и проведем соответствующее обобщение. Хотел бы также сказать, что с августа 2014 года Верховный суд активно ведет свою работу, особенно в части процессуального законодательства. Последний, если кто отслеживает, во вторник прошел пленум, который окончательно в редакционный текст утвердил, это вопросы кодекса об административном судопроизводстве. Здесь протестолисты прекрасно понимают, что кодекс административного судопроизводства принят, но возникли, соответственно, серьезные вопросы, как всегда бывает. Я думаю, наверное, вот та редакция, которая на сегодняшний день даст возможность для судебной системы, особенно для гражданского, административного судопроизводства, более конкретные данные для того, чтобы вид судопроизводства был правоприменительным, то есть нами более как-то определенно принят. В июне месяце 2016 года во время пребывания в городе Казани председатель Верховного суда Вячеслав Михайлович Лебедев подвердил еще раз, что Верховный суд будет активно вести работы именно в части административного, гражданского, арбитражного судопроизводства. И вот эти постановления, которые в последние годы очень серьезные такие приняты, свидетельствуют об этом. Хотел бы с удовольствием представить, что судебная система Республики Татарстан, как Дамир Ахамедович сказал, очень активно работает с журналом, с редакционным советом, редакционной коллегией. В состав редакционного коллегии входит наши судьи, это здесь присутствующий Рафаэль Валерьевич Шакирьянов, здесь присутствует Радик Равилович Гельманов. К большому сожалению, Горшунов Денис Николаевич задерживается. Денис Николаевич и Рафаэль Валерьевич, они были у истоков создания журнала. Для присутствующих хотел бы для сведения сказать, что на последнем пленуме Верховного суда Российской Федерации Денис Николаевич Горшунов назначен членом-президиумом Верховного суда Республики Татарстан. Я думаю, и в дальнейшем, Дамир Ахамедович, мы будем продолжать работу. При Верховном суде Республики Татарстан существует научно-консультативный совет. Вместе с редакционным советом, редакционной коллегией, за последние три года научно-консультативный совет Верховного суда провели серьёзные работы. Это вопросы, связанные с стадией принятия, стадии возвращения, оставления исковых заявлений, вопросы судебных издержек. Должен сказать, даже на уровне Верховного суда Российской Федерации, эти наши рекомендации приняты во внимание. Заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Василий Иванович Нечаев подтвердил при личной беседе со мной и попросил передать слава благодарности редакционному совету вестника гражданского процесса. Я думаю, Дамир Ахамедович, у нас есть над чем работать, мы также будем продолжать работать. А членам третьего симпозиева хотел бы пожелать удачной работы и дальнейших успехов в работе и в журналах. Спасибо. Спасибо, Марат Максутович. Ну, вот Вы сказали об истоках, да? На самом деле, хотелось бы с большим удовольствием предоставить слово человеку, у которого, собственно, идея всего этого процесса по изданию литературы и поддержке именно процессуального блока было бы невозможной. Это заведующий кафедрой экологического, трудового права и гражданского процесса Казанского университета Джалдатус Рахман Шсафин. Здравствуйте, уважаемые участники третьего ежегодного симпозиума журнала «Вестник гражданского процесса». Я от имени нашей кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса и гражданского факультета Казанского федерального университета. Поздравляю Вас с началом работы симпозиума и желаю Вам научного вдохновения и, конечно же, хорошего еще отдохновения на нашей гостеприимной казанской земле. В названии нашей кафедры гражданский процесс стоит как бы на последнем месте, однако по своим историческим корням, научным традициям и современным научным достижениям наука гражданского процесса и его представители, конечно же, занимают на кафере передовые позиции. Я очень рад и горд, что нам удалось сохранить и развить Казанскую школу гражданского процесса. Это благодаря нашим учителям, например, таким как Юрий Иванович Гринко, Яфар Хаскадинович Фархадинов, нынешнему поколению профессуалистов, во главе с сообщающим, я считаю, представителем Казанской юридической школы профессором Валеевым Дамиром Хамитовичем, главным редактором журнала «Вестник гражданского процесса». В загородкое время журнал воистину стал рупором современной научной мысли, площадкой обсуждения современной российской судебной реформы, сложившейся судебной практики, источником исторического наследия научного. Он является одним из самых рейтинговых журналов российских. Нынешний симпозум по уровню количества участников из научного совещания, по сути, приобрел уже форму международной конференции. И я, в том числе и Дамир Хамитович, и все наши коллеги, конечно же, надеемся, что нынешний научный форум поможет подняться журналу на более высокий международный уровень. Вот с этим мы пришли сегодня. Я думаю, что обсуждение проблем гражданского процесса, исполнительного производства и в нашей стране, и в зарубежных странах будет плодотворным. И желаю всем успехов. Спасибо. Спасибо, Джавдар Сарахманович. Ну, вы абсолютно правы. То есть любое мероприятие, научная конференция, ничто без участников. И я бы отдельно хотел бы поприветствовать двух корифеев, не побоюсь этого слова, науки гражданского процессуального права России, Владимира Владимировича Яркова и Александра Тимофеевича Боннера. Вот они находятся в этом зале. Там очень приятно вас видеть. Дело в том, что, коллеги, вот именно 30 сентября в России одновременно проводятся несколько масштабных научных мероприятий. Ну, прежде всего, Саратовская академия празднует 85-летний юбилей. Ну, половина страны находится в Саратове, наверное, научной общественности. В Тюмени проходит в эти же дни второй сибирский правовой форум. Там тоже очень большое количество участников и иностранных участников, очень много, включая Бразилию, Аргентину и так далее. Параллельно еще проходит большое мероприятие в Вильнюсе, тоже 30-го числа. И, на самом деле, очень приятно, что вы выбрали Казань. То, что вы приехали в Казань, тем более Александр Тимофеевич был у нас в последний раз на 200-летие Казанского университета, то есть уже прошло 10 лет. 10 лет. А Владимир Владимирович, ну, тоже относительно давно был в Казани. И, конечно, очень приятно вас видеть в стенах Казанского университета. Уважаемые коллеги, я также хотел бы отдельно поприветствовать наших иностранных гостей. То есть у нас симпозиум и вообще вестник, он нацелен на то, чтобы в каждом номере у нас была хотя бы одна, а сейчас даже и больше, и три вот в последнем номере иностранные публикации. То есть не хочется замыкаться на сугубо национальных проблемах. Очень интересно наблюдать за многообразием гражданского процесса в мире, что мы пытаемся делать все пять лет. И вот на всех трех симпозиумах у нас всегда были иностранные участники. Но вот этот симпозиум, он, конечно, уже затмел все предыдущие. По той информации, которая представлена в программе, вы сами видите, у нас в этом году 11 иностранных участников представлены. Такие страны, как Соединенные Штаты, вот Мериби Цараде, она у нас уже неделю практически читает лекции в Казанском университете. То есть мы тут пытаемся еще и в учебном процессе развиваться в этом направлении. Еще неделю будет жить и дальше читать лекции. Здесь же у нас присутствуют, как я уже говорил, наши китайские друзья, университет Нанкина, три представителя. Профессор Лю Кисю, Лихао и Хаймэй. Также вот с большим удовольствием хотел бы всем представить наших друзей из Белградского университета, из университета Белграда, Сербия. Это вот Никола Бадирога. В третьем номере у него была большая хорошая статья в Вестнике по гражданскому процессу Сербии. Ну и сегодня, я надеюсь, также доклад ваш услышан. Ну и Нина Коршванин, она историк, историк права. Ей было тяжело подстроиться под наш формат, но она нашла такой вопрос интересный по судебнику Стефана Душина. Она нам расскажет, какие там интересные есть исторические параллели в гражданском процессе. Также у нас достаточно большое представительство из Финляндии. Дело в том, что у нас в этом году есть такой партнер, как Хельсинский международный коммерческий арбитраж. И здесь есть и председатель этого суда, и секретариат, и судьи, и администрация. Она здесь вот представлена. Вы сами можете увидеть по программе. Ну, во главе вот с председателем этого суда, с хатом Назагалищем Кузбагаровым, нашим другом. Отдельно очень приятно приветствовать в этом зале Елену Ивановну Носареву, потому что вот эта тематика, Казанский арбитражный день, я думаю, вас особенно привлекла, потому что для арбитража, для альтернативных методов вы сделали, конечно, очень многое, и все это знают, Елена Ивановна. Ну и дальше по программе у нас, собственно говоря, презентация и свежего номера, нового номера, и ряда книг. Я бы хотел с большим удовольствием предоставить слово человеку, без которого, на самом деле, журнал точно не состоялся бы, нам просто не было бы возможности издавать. Это Кирилл Иванович Самойлов. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать всех гостей третьего симпозиума журнала «Вестник гражданского процесса». Я думаю, что далеко не каждое периодическое издание в России может похвастаться ежегодным мероприятием. Конечно, Дамир Хамидж большой молодец. Я представляю издательство «Статут». Большое спасибо Ильдару Аблухаковичу за добрые, теплые слова в адрес. Искренние слова в адрес издательства. В этом году так все сложилось. Год юбилеев. То есть в этом году 20 лет издательству. 5 лет нашему журналу. Издательство является соучредителем журнала «Вестник гражданского процесса». Уже вышло в свет 29 номеров журнала. Это уже много. Также в этом году 10 лет нашему другому журналу «Вестник гражданского права», который немножко впереди идет, этого паровоза, такого периодических изданий. Отношения с Казанским университетом перевалили уже юбилейную дату в прошлом году. Уже 11 лет, как мы дружим с КФУ. И я могу сказать, что ни с одним вузом в России у издательства, московского издательства, нет более теплых и дружеских отношений, как с Казанским федеральным университетом. Ну, начиналось все еще, когда был Казанский государственный университет. У нас очень много совместных проектов. Мы делаем замечательную серию учебников Казанского университета. Больше 20 учебников уже вышло за эти 10 лет. Да, ровно 10 лет назад с ректором был подписан договор об издании учебников в торжественной обстановке. Помните, Далавих Хабарович, да? Так что наша дружба не только с учебниками, с журналом связана. Мы издаем монографии. 14 монографий, я посчитал, за эти годы было издано сотрудников Казанского юридического факультета КФУ. Делаем мы новую серию. Три года начали, Дамир, да? Как серию классика гражданского процесса. Пока в этой серии вышло 5 книг. Вот последние книги Васьковского к юбилею были изданы и презентованы в Варшаве. Посетили мы с Дамиром Хамидовичем, это замечательный город, в январе. Планов очень много. Конечно, адвентиром в любом случае является наша серия классика гражданского права, классика российской цивилистики, где больше 60 изданий уже вышло. Но нам есть к чему стремиться, Дамир Хамидович. Проектов много. Учредили в последний год новое издание «Казан Лоу Ревью». На английском языке будет выходить журнал. Очень большие надежды есть на это издание. Будем его продвигать и в России, и за рубежом. Я тоже надеюсь на поддержку наших коллег. И мы со стороны издательства приложим все необходимые усилия, чтобы этот журнал, по крайней мере, в своем формате был лучшим в России. Еще раз хотел всех поприветствовать и пожелать хорошего симпозиума, хороших докладов и платворной работы. Спасибо. Кирилл Иванович очень скромен. Его, на самом деле, заслуги велики. И вот я просто хотел бы несколько слов рассказать о тех книгах, которые были в этих белых сумках. Ну, прежде всего, конечно, хотел бы представить вам книгу «Казанские юридические школы». Вот эта книга юбилейная, она была подготовлена в связи с юбилеем 210 лет Казанскому университету и юридическому факультету. Это книга под редакцией нашего научного руководителя факультета Ильдару Духаччетарханова. Вот в этой книге собрана, на самом деле, ну, как бы выжимка научных идей всех тех школ, которые за 210 лет сформировались на нашем факультете. И нам было очень важно показать, какие были идеи в таком историческом аспекте, какие идеи остались актуальными, а, может быть, некоторые были отброшены временем и не были такие актуальными. В общем-то, книга была доброжелательно воспринята читателями, насколько мне сказал Кирилл Иванович, и практически её уже не осталось, так сказать, в продаже. Ну, половина тиража, видимо, Казанский университет выкупил, да? И тогда это не даётся. Да, но это подарочные издания, мы только на хорошие мероприятия дарим нашим друзьям, коллегам. Вторая книга, которая есть в раздаточном материале, о ней Кирилл Иванович немного сказал, это книга профессора Васьковского, причём она такая достаточно интересная. Это книга его польских работ уже после того, как он уехал из России в эти революционные годы. И на самом деле это очень интересная книга, потому что те работы, которые в ней есть, они никогда не издавались на русском языке. То есть это работы, найденные в Польше, в большей части в Варшаве, на польском языке, затем переведённые в Россию. То есть здесь очень сложный на самом деле был проект, в нём были задействованы и наши польские друзья с Варшавского университета, в нём был задействован Юлий Тай, МГИМО, в этом проекте был задействован также переводчик с польского, основной был из Белоруссии, профессор из Белоруссии. А потом в конечном итоге это мы всё сводили, писали вступительные слова, оформляли красиво и вот издали впервые на самом деле. То есть книга на самом деле уникальна. В ней есть работа Васьковского «Система гражданского процесса». То есть это просто классическая такая работа. Её, наверное, никто не читал на русском языке никогда. Вот эта книга, я ещё раз хотел бы обратить ваше внимание, это фактически второй том. Первый том мы не стали вам представлять, потому что, в общем-то, это известная работа, это курс гражданского процесса Васьковского. Первый том, второй том он так и не написал, продолжение, то есть это общая часть. Она, в принципе, известна, просто мы её адаптировали к современным правилам русского языка и уже в таком адаптированном виде издали с хорошим вступительным очерком. Я бы хотел сказать, что вот эта серия, она открыта для научной общественности. То есть это не личная серия Казани или издательства. Это серия общая всех нас процессуалистов. Если есть какие-то интересные проекты, идеи, то можно в этой серии, на самом деле, попытаться реализовать какие-то и другие издания по вашей рекомендации. Также в раздачном материале представлен журнал «Вестник исполнительного производства». Буквально утром Владимир Гуреев позвонил, он вчера был в Саратове, простудился и уже купил билеты в Казань, но так и не приехал. То есть главный редактор, наш друг, главный редактор этого журнала, Владимир Гуреев, он профессор Российской правовой академии. Журнал также издается в издательстве «Статут» и посвящен исполнительному производству. Ну и также в раздачном материале был актуальный номер журнала «Вестник гражданского процесса». Это четвертый номер. В этом номере представлен ряд таких очень важных знаковых статей. В частности, вот наш коллега Андрей Владимирович Юдин написал заглавную статью по уликам поведения в гражданском и арбитражном процессе. Такой не совсем традиционный подход к терминам, которые больше подходят для уголовного права и процесса. Уважаемые коллеги, ну вот, собственно говоря, с презентациями, наверное, можно завершить. И я вот с большим удовольствием предоставил слово своему научному учителю, Владимиру Владимировичу Яркову, для того, чтобы он выступил с докладом на тему «Глобальный кодекс принудительного исполнения в системе гармонизации принудительного исполнения». Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего, большое спасибо за приглашение принять участие в работе такой замечательной конференции, потому что здесь, в Казанском федеральном университете и в Казани, вообще прекрасные научные традиции. Казанский федеральный университет превратился, не превращается, а уже, можно констатацию сделать, превратился в один из центров притяжения как российской, так и международной, мировой юридической науки. И я здесь присоединяюсь к словам профессора Сафина о том, что Дамир Хамитович, он успешно продолжает традиции Казанской юридической школы XIX-XX века. И, собственно, мы видим прекрасные, очевидные результаты этого. Большое спасибо вам. Ну и вообще не было сомнений, конечно, куда поехать, потому что, как вы знаете, голос крови меня зовет сюда также. Вот, поэтому я здесь очень рад бывать. Поскольку у нас небольшой совершенно регламент напряженный, я вижу, поэтому я буду краток. Тема, которую, значит, я предложил вашему вниманию, уважаемые коллеги, это вопросы, связанные с кодексом, глобальным кодексом принудительного исполнения. Значит, он разработан был в рамках Международного союза судебных исполнителей. Есть такая организация, она была создана в начале 50-х годов, как и Международный союз латинского натрята. Основателями являются его французы, это франкофонская организация. Цель ее – это развитие профессии судебного исполнителя. Она объединяет в себе национальные союзы, национальные организации судебных приставов, судебных исполнителей, которые занимаются вопросами принудительного исполнения. Она долгие годы была не очень большой, но вот в конце 80-х, в начале 90-х годов у ней появился шанс резко расшириться, потому что, вот вы знаете, есть разные способы организации профессии судебного исполнителя. Французская система – это так называемая небюджетная система, когда, значит, здесь принцип у них действует так называемый, что судебный исполнитель – это офисия публик, это должностное лицо, наделенное полномочиями государством, но в то же время не получающее от него зарплату, действующее в рамках самофинансирования, саморегулирования и под жестким контролем государства, под обычной этой системой Министерства юстиции. Вот в 90-е годы эту систему выбрала вся Восточная Европа, очень много стран Африки, из стран бывшего Советского Союза в этой системе – Литва, Латвия, Эстония, Казахстан присоединился к этой системе в 2012 году, и вот этим летом, ну, так, сейчас, не знаю, как правильно сказать, в Украине или на Украине был принят закон, они тоже, в общем, переходят, создают параллельную систему небюджетного исполнения. Но это не значит, что она не включает в себя и другие, потому что, допустим, вот один из конгрессов последних был в Испании, а там функции исполнения, значит, выполняют, осуществляют служащие при суде, больше это чиновники суда. То же самое касается нашей страны. Федеральная служба судебных приставов является полноправным членом Международного Союза судебных исполнителей. Значит, и в рамках продвижения профессии Союз занимается разного рода проектами, и один из них – это вот продвижение профессии на уровне так называемого, вот то, что называется soft low, мягкое право. И здесь я вот просто хотел несколько этапов показать, как происходила гармонизация в этой сфере. Есть известная рекомендация Совета Европы 2003 года о принудительном исполнении, и там были сформулированы небольшие такие руководящие принципы принудительного исполнения. А затем более фундаментальное значение имеет уже такие есть guidelines on enforcement, это можно так перевести, как руководящие принципы Совета Европы по принудительному исполнению. Они были приняты в 2009 году, и это такой опыт хорошей, мягкой кодификации правил исполнительного производства. документ, который структурировал всю систему и организации профессий, и судебных приставов, и позволил тем самым облегчить найти здесь общий язык. Что касается глобального кодекса, то он находится в центре внимания Международного Союза уже достаточно давно. Эта идея была выдвинута в рамках Союза. Первое представление ее было на Конгрессе в 2006 году в Вашингтоне, где как раз была выдвинута идея, что о гармонизации исполнительного производства в сфере правосудия, без границ. Я сам с Союзом познакомился с 2008 года, и когда-то в Республике Казахстан я был руководителем у них рабочей группы по подготовке их закона о небюджетном частном исполнении, который сейчас у них реализован. И в 2008 году они как раз создали такой при себе научный совет. Он объединяет специалистов по исполнительному производству из разных стран. Я, значит, там у них в этом совете состою. Но это такой реально работающий орган. Каждый год они нас собирают в разных странах, в разных местах. И я участвовал и видел, как раз принимал участие в работе над этим кодексом. Вот каждые три года они проводят всемирные конгрессы, и я у них участвовал в последних конгрессах. Это был в Марселе в 2009 году, затем в Кейптауне в 2012, и последний в 2015 году в Мадриде, где как раз был принят и представлен окончательно этот кодекс. Значит, идея в чём кодексе этого? Это создание общих мировых стандартов исполнительного производства, которые были бы одинаково применимы как государством системы общего права, так и континентального права, так и государством системы, где она функционирует как небюджетная, так и там, где она является государственной профессией. Допустим, это как наша страна. И поскольку кодекс носит обобщающий характер, то он включает в себя много положений, которые, может быть, не во всём, допустим, сейчас относимы к нашей стране. Ну, например, в большинстве стран мира судебный исполнитель, он не только исполняет решения, но и одновременно занимается вручением судебных повесток. Потому что вообще исторически считается, что раз это судебное извещение, и наши ГПК и ПК называют же не извещение, а судебное извещение, поэтому, да, у наших иностранных коллег всегда вызывает удивление, почему в нашей стране этим занимается почта. Потому что организация, которая, в принципе, неуполномочена на выполнение публичных функций. А считается, что раз это публичная функция, то вот судебный исполнитель, вручая повестку, он тем самым публично удостоверяет то, что лицо привлечено к правосудию. Значит, первое представление проекта, я тут хочу похвалиться, да, оно было в Екатеринбурге в 2013 году, у нас проходила большая конференция, которую проводила Федеральная служба судебных приставов, потом вот такая же была в Казани, до или после, я не помню. И как раз нам представляла его Франсуа Сандрио, мэтр Франсуа Сандрио, судебный исполнитель из Франции, она тогда была генеральной секретарем этого союза, а теперь она вот на Конгрессе в Мадриде была избрана президентом Международного союза. То есть видите, сейчас очень много умных, в общем, очень много женщин в самом лучшем смысле приходят везде к власти. Вот такая вот замечательная, умная и красивая француженка, она возглавляет сейчас всемирную организацию, казалось бы, такая профессия, ну традиционно мужская считается, судебных приставов, судебных исполнителей. Вот, и в 2014 году было второе обсуждение его в Люксембурге, и вот последней была презентация в Мадриде. Значит, в каком виде кодекс... Да, хочу также сказать, что уважаемое издательство «Статут», большое здесь спасибо Кириллу Ивановичу, издало его в качестве перевод этого кодекса. Перевод был сделан на нашей кафедре, аспиранткой нашей кафедры, Насте Анастасии Парфенчиковой. Значит, и перевод был с комментариями сделан и издан как раз в библиотеке вестника исполнительного производства. Поэтому все могут познакомиться с ним. Сам кодекс состоит из 35 статей и 5 частей. Какие здесь части современные? Первая часть – это принципы принудительного исполнения, вторая часть – это статус его как агента по исполнению, третья – это полномочия судов в сфере исполнительного производства, четвертая – это меры принудительного исполнения, и пятая – это меры временного и обеспечительного характера, которые применяются в исполнительном производстве. Ценность здесь какая для нас кодекса? Ну, во-первых, эта профессия универсальна, потому что и сам союз является не политической организацией и подчеркивает, что он занимается сугубо профессиональной деятельностью. А судебный пристав, строим ли мы капитализм, либо коммунизм, в общем, он в любой правовой системе, это необходимая часть, в общем, необходимая юридическая профессия. И отсюда есть большое техническое сходство компетенции судебного пристава. Когда общаешься с коллегами по этим вопросам, то с ними легко говорить, потому что судебный пристав, он везде выполняет практически одинаковые функции, но за редким исключением. Потом здесь также важным является то, что происходит юридизация, как мы видим сейчас в нашей жизни, общественных, экономических отношений. Право все более детально регулирует эти вопросы, поэтому отсюда возрастает значение профессии судебного пристава. Ну и кроме того, мы живем в эпоху, когда активы должников, денежные средства могут очень легко перемещаться, значит, подобно хамелеону они могут менять форму, прятаться в офшоры и так далее. Поэтому здесь очень важным тоже является профессия в плане поиска этих активов. Вот в этом плане значение этого кодекса. Ну и из наиболее важных положений, поскольку время, чтобы вас, уважаемые коллеги, не задерживать, отмечу, ну прежде всего, право на исполнение здесь рассматривается в кодексе как право фундаментальное. То есть оно подводится и соответствует позиции Совета Европы и нашего Конституционного суда, Верховного суда, о том, что право на исполнение – это часть права на судебную защиту. Поэтому они рассматривают его как право фундаментальное, которое тоже должно быть обеспечено. Вторая статья важная, она говорит о возможности введения в национальное право обязанности должника по декларированию состава его имущества. У нас пока такой прямой нормы нет, но во многих странах, вот насколько я знаю, в Соединенных Штатах, еще в некоторых, есть такая обязанность декларировать, ну в Соединенных Штатах, насколько я знаю, это больше законодательства штатов, вот там есть отдельных декларировать состав имущества. Потом также говорится о исполнении третьей статьи в разумные сроки. Важное также положение я бы выделил – это право, что должно быть обязанность государств обеспечить доступ судебного исполнителя к информации, которую допускают, которую обладают частные публичные организации. Вообще Союз, он так говорит, что неважно, как организована профессия, публичная она, государственная или частная, главной ключевой проблемой – они рассматривают доступ судебного пристава к информации об активах должника. Они говорят, что это, ну в общем-то, это правильно, это ключевой вопрос. Насколько судебный пристав может обладать этой информацией, для того, чтобы ее найти, чтобы она была обнаружена. Ну и здесь говорится, а также в кодексе подчеркивается, что профессиональная тайна не может быть основанием для отказа в предоставлении информации. Также говорится о необходимости использования новых технологий, о транспарентности, прозрачности процедур исполнительного производства и право судебного исполнителя на получение информации. Коста из статуса агента по исполнению или судебного исполнителя, здесь подчеркивается, что как бы эта профессия не была организована, она всегда носит характер регламентированной профессии. То есть регулируется доступ к профессии, порядок ее прохождения, контроль, профессиональной подготовки и переподготовки. Много места уделяется также профессиональной деантологии, но здесь по ней очень много вот этих гидлайнс 2009 года говорят, и о дополнительных видах судебной деятельности. И в духе времени подчеркивается, что судебный исполнитель также должен выполнять роль медиатора и примирителя в стадии исполнительного производства. То есть глобальный кодекс, чем, уважаемые коллеги, важен для нас? Тем, что он позволяет нам совершенствовать наше законодательство об исполнительном производстве, он подтверждает во многом правильность выбранного вектора развития нашей Федеральной службы судебных приставов и позволяет использовать его положение в нормотворческом процессе. То есть мы можем здесь увидеть мировой опыт и использовать его в нашей российской системе принудительного исполнения. Ну и в заключение еще раз благодарю за возможность принять участие в столь представительном юридическом форуме в замечательном городе, в замечательном университете. И большая благодарность. Спасибо всем. Владимир Владимирович, спасибо большое. Действительно, вопросы гармонизации и унификации очень важны. И на самом деле вы, как всегда, идете на шаг вперед. Пока мы занимаемся сугубо национальными проблемами, вы увидите перспективы в будущем. И то, что будет через несколько лет в России, возможно, вы уже сейчас анализируете и изучаете. Соответственно, вопросы гармонизации также обсуждаются в следующем нашем докладе, только уже в аспекте проекта всемирного правосудия. Я бы с большим удовольствием хотел предоставить слово Мерибет Саради, наш коллега из Вашингтона, Соединенные Штаты Америки. Пожалуйста, Мерибет. Международных юридических исследований Центра по международному обмену мы работаем в странах, таких как США, Канада, европейские страны, и в университетах России и Восточной Европы. Я, в частности, заинтересован в правосудии и местных властях. И вкратце расскажу о проекте всемирного правосудия. Надеюсь, он будет вам интересен. Проект всемирного правосудия. За последние 10 лет мы занимались измерением уровня правосудия в нескольких странах мира, применение правовых норм на местных уровнях. Разработали методологию для оценки применимости Верховенства права с углублением в вопрос защиты окружающей среды. Были созданы методики измерения применимости Верховенства права. Соответственно, мы развились в независимую многостисциплинарную организацию, разработавшую методологию и измерение всех сторон правосудия в 102 странах мира. В любой оценке применимости Верховенства права первый вопрос это сфокусироваться на четырех основных принципах, которые излагают концепцию. Первый принцип – правительство, госучреждения, официальные лица, а также частные лица и организации отвечают перед законом. Второй принцип – законы открытые, понятные, опубликованные, неизменные и справедливые, применяются равным образом ко всем, защищают фундаментальные права, включая безопасность людей и имущества. Третий принцип – процесс введения законодательства и применения права должен быть доступным, справедливым и эффективным. Четвертый принцип – отправление правосудия должно быть своевременным, осуществляться компетентными, этичными и независимыми представителями, нейтральными сторонами, которых имеется достаточное число, у которых адекватные ресурсы, которые адекватно отражают состав местного сообщества. Опираясь на эти принципы, проект призван определить характеристики Верховенства правосудия, выявить девять факторов, характеризующих Верховенство правосудия. Первый фактор – это ограничение власти правительства. Второй фактор – отсутствие коррупции. Третье – открытое правительство. Четвертое – фундаментальные права. Пятое – порядок и безопасность. Шестое – нормативно-правовое регулирование. Седьмое – гражданская юстиция. Восьмое – уголовная юстиция. И девятое – неформальная юстиция. Для каждого из этих девяти факторов, определяющих Верховенство права, характеризующих. Проект идентифицировал субфакторы, которые раскрывают каждую из этих характеристик. Я покажу субфакторы только для первого фактора – ограничений власти правительства, для того, чтобы сэкономить время. Субфакторы следующие. Ограничения власти правительства должны эффективно ограничиваться законодательством. Ограничения должны быть со стороны суда. Ограничения должны накладываться независимым аудитом. Официальные лица правительства должны иметь санкции за свои неправомерные действия. Пятое – правительство должно быть открыто для неправительственных проверок. И шестое – передача власти должна происходить по закону. Это один из примеров. Каждая из девяти характеристик, факторов, имеет от трех до девяти субфакторов, которые раскрывают более подробно каждый из факторов. Была разработана методология оценки в соответствии с правительством права. Есть две основных формы оценки. Обе основаны на опросах. В первой опрашиваются домохозяйства, населения на уровне страны или юрисдикции. Во второй опрос проводится среди профессионалов, юристов и правительственных чиновников. Этот проект ведется в течение всего года и уже на протяжении десяти лет работает. Опросы проводятся в более чем ста странах по всему миру. Результаты оценки 2015 года можно посмотреть в интернете. Вот ссылка www.data.worldjusticeproject.org. Опросы сейчас проводятся в более чем ста странах мира. Я надеюсь, что полученная информация поможет вам в России. Благодарю за внимание. Спасибо. Интересно, актуально информация. Как-то мы не привыкли еще так вот измерять правосудие какими-то факторами. Больше пока статистика измеряем по качеству и так далее. То есть все это нужно на самом деле еще, видимо, нам оценить. Ну и спасибо за краткость отдельно, потому что есть шанс вернуться в регламент, заявленный в программе. Ну а более развернут, конечно, видимо, повезет нашим студентам, потому что лекции продолжаются, и вы нам гораздо больше еще расскажете. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо, Дмитрий Ханитович. Уважаемые организаторы, участники, уважаемые зарубежные гости, позвольте приветствовать вас от имени ректора нашего университета, профессора Боложеева Виктора Владимировича. Должен вам сказать, что наш университет и до этого времени был самым крупным вузом страны. Основу учебного года он расширился. Мы присоединили к себе государственный университет управления. И теперь с полным основанием можем называться университетом, поскольку мы готовим студентов не по моно-специальности юриспруденции, а по нескольким специальностям. Приветствую также участников форума от имени нашей кафедры гражданского и административного судопроизводства. Несмотря на то, что все специалисты в области гражданского процесса отнеслись к только что принятому кодексу административного судопроизводства, мягко говоря, сдержанно, все-таки мы решили побежать впереди паровоза и переименовали название нашей кафедры. И решили, что поскольку зло состоялось, кодекс принят и действует, лучше мы будем его выпускать, не выпускать из собственных рук. Ну а теперь, по сути, о чем я хочу очень коротко сказать уважаемым участникам. У меня будет плач Ярославный. Плач Ярославный по ряду моментов. Ну, во-первых, к сожалению, почил в БОЗе высший арбитражный суд. Это было не продуманное решение, не обусловленное какими-то серьезными правовыми экономическими соображениями, а чисто политическое решение. Между тем, высший арбитражный суд был прекрасно работающим органом практической цивилистики. Он очень верно направлял судебную практику по экономическим спорам. И теперь система арбитражных судов, очень важная часть российского правосудия, осталась, по сути, обезглавленной. Ну, при всем уважении коллегии по экономическим спорам Верховного суда, не по составу количественному, не по качественному, извините, она не может соперничать с бывшим ВАЗом. Теперь, в связи с ликвидацией ВАЗа, наш российский законодатель поставил перед собой трудноразрешимую, чтобы не сказать более определенно безумную задачу, разработки и создания единого гражданского процессуального кодекса. И известный государственный муж, господин Крашененников, во вступлении к концепции, она уже давно опубликована, единого процессуального кодекса, пишет о том, что для российского законодателя имеется большое поле работы, внесли серьезные изменения в гражданский кодекс, а теперь предстоит реформа гражданского судопроизводства. Ну, я должен сказать, что я занимаюсь процессом 50 лет. С моей точки зрения, конечно же, хороший, удобный процессуальный кодекс очень важно иметь. Но в процессе судопроизводства, как это ни парадоксально звучит, это, с моей точки зрения, не самое главное. Самый главный человек, который применяет нормы права, каков его интеллект, волевой момент, моральные качества и так далее. Давным-давно я работал помощником прокурора города Иркутска и довольно часто посещал один из районных судов, где председателем был некто Марков. Это были 50-е годы, это был Советский Союз. Не было, естественно, ГПК 2002-го и даже 64-го года, был примитивный, в общем-то, кодекс 23-го года. Не было судейских мантий. Судья Марков ходил в пиджаки, рубашка на выпуск, из-под которого тельняшка виднелась. Видимо, он когда-то служил на флоте. В процессе он мог иногда обратиться к стороне на «ты», но это было не пренебрежительное барское «ты», а «ты ободряющие». Ну, ты, Сидоров, не тушуйся, расскажи, как дело было. Поэтому мне кажется, что в так называемой судебной реформе, о которой мы говорим долгие годы, но она, в общем-то, больше напоминает контрреформу, упускается самое главное – процесс подбора, подготовки, повышения квалификации судей. К сожалению, в том числе по этой причине население Российской Федерации не доверяет нашим судам, может быть, не совсем обоснованно. Считает, что судьи, по крайней мере, часть их зависима, коррумпирована и так далее. Ну, в чем здесь дело? Вот я когда-то беседовал с бывшим своим однокашником по Иркутскому университету Юрием Федоровичем Тыщенко. Он в течение многих лет по первой инстанции рассматривал тяжелейшие уголовные дела. Сначала в Иркутском областном суде, затем в Краснодарском краевом суде. Я его спросил, Юра, бывают случаи, когда на тебя начальство давит? Нет, никогда. Как, почему? А они знают, что это бесполезно. Юра, ну ведь есть специфические дела. Вот для специфических дел есть специфические люди. Вот судья, который разрешал дела только в соответствии с законом. Ну, а с законом у нас не всегда аккуратно обращаются. Вчера в самолете я прочитал такой замечательный судебный, несудебный очерк. Значит, некто, Давид Иосифович Кобзон, известная личность, дал своему знакомому на развитие бизнеса небольшую сумму, 25 миллионов долларов. Тот не отдал. Расписок никаких нет. Кобзон постребовал расписки. Должник признал долг, выдал расписки. Ну, спросить студента, что после этого должно быть? Ну, обращение в суд, общей юрисдикцией, рассмотрение дела, взыскание денег, исполнительный производство. Так или не так? Не так. Потому что возбудили уголовное дело и бедолагу должника, который на самом деле был предпринимателем, но проиграл эти деньги в карты. Шесть лет ему дали лишение свободы. Это как? Все равны перед законом и судом? Нет, есть граждане равны, а есть еще равнее. Что касается идеи единого процессуального кодекса. В общем, она не нова, потому что у нас когда-то носились идеи судебного права. Хотели в один кодекс втиснуть и уголовный процесс, и гражданский процесс. Ну, теоретически возможно создать такое образование. А есть ли в этом смысл? Господин Кашининников и же с ним ссылается на то, что, вот, дескать, из суды общей юрисдикции, арбитражные суды применяют один и тот же гражданский кодекс. В общем, это правильно. Но есть нюансы в том смысле, что часть норм гражданского кодекса распространяется на всех субъектах гражданских отношений, и на граждан, и на юридических лиц. Часть норм этого кодекса, а также норм других кодексов, родственных, семейного, трудового, распространяется главным образом на граждан, а часть норм этого кодекса распространяется только на юридических лиц. И при рассмотрении дел в судах зачастую совершенно разные доказательства используются. В судах общей юрисдикции имеют большое значение объяснение сторон показания свидетелей, а в судах арбитражных первостепенные значения имеют письменные доказательства. Поэтому, мне кажется, не имеет смысла создавать вот такую странную конфигурацию, как единый гражданский процессуальный кодекс. Пока что эта идея, по моим представлениям, буксует на месте. Ну, когда-то кодекс этот создадут, но будет ли это хорошо, вопрос большой. Теперь не могу не сказать о одном из последних достижений юридической мысли, о принятии и вступлении в действие кодекса административного судопроизводства. Спрашивается, зачем было принимать этот кодекс. Этот кодекс был бы нужен в единственной ситуации, если бы у нас были созданы административные суды. Таких судов у нас не создано по двум причинам. Причина финансовая, но, наверное, не самая главная, а главная – это менталитет российских граждан. Вот, некоторое время назад страна была потрясена информацией о жестоком убийстве полковника полиции Гошта и его родственников. Но, как выяснили пронырливые журналисты, полковник Гошта ставил по себе неоднозначную память. В частности, идет речь о том, что он занимался самоуправством, сносил разные, не понравившиеся ему по каким-то причинам торговые предприятия. Причем некоторые из них работали совершенно легально, имели правовые основания для работы. И, несмотря на просьбы, мольбы не сносить, оставить, подождать, все это было снесено в одночасье, без каких-либо документов, без судебных решений. И самое главное – ни один из потерпевших не обратился в суд. Вот вам ответ на вопрос, почему у нас не созданы и не будут созданы административные суды. У нас в год рассматриваются менее 300 тысяч споров публично-правового характера, в то время как общее число гражданских дел – 15 миллионов. Кодекс принят, кодекс скороспелка, в него внесено и будет носиться масса дополнений, изменений. Я попытался познакомиться с практикой судебной рассмотрения дел по нормам этого кодекса. Ну, наряду с законными, обоснованными, справедливыми решениями, бывает. Встречается, сейчас, слава богу, в справочных правовых системах в интернете можно найти многие судебные акты, но, правда, не все там публикуются, мы это знаем. Чудовищные, чудовищные есть решения с применением кассы. Ну, например, женщина находится в предварительном заключении. По заключению врачей, ее осматривали в местах лишения свободы, у ней очень большие проблемы с позвоночником. Она страдает и она требует немедленного оперативного вмешательства. Она забрасывает администрацию мест лишения свободы, а затем обратилась в судебные органы Башкирской соседней с вами республики с административным иском. Судья отказывает удовлетворений административного иском со ссылки на пропуск срока. То же самое пишут в своем апелляционном определении мудрейший из мудрейших в суде Верховного суда Республики Башкортостан. Но, уважаемые коллеги, о чем вы вообще говорите? О каком пропуске срока? Идет речь о бездействии, а бессмысленные отписки, которые получала заключенная, это не что иное, как доказательство бездействия. Вот, пожалуйста, КАС преподносится как кодекс волшебный, который решит все проблемы. Не решит он всех проблем. В 1910 году, более ста лет тому назад, была опубликована замечательная работа барона Корфа, посвященная административному судопроизводству. Он проанализировал административное судопроизводство не только в России, там были зачатки его, а в Европе. И пришел к выводу, что, собственно говоря, административного судопроизводства в плане формы нет. Это не что иное, как гражданский процесс. Поскольку гражданский процесс развивается уже несколько столетий, имеются теоретические разработки глубокие и так далее. Ну, некоторые наши коллеги говорят, нет, есть административный процесс. Ну, в плане научной дискуссии с известным административистом профессором Стариловым, Юрием Николаевичем, декан юридического факультета Воронежского университета, он же заведующий кафедрой административного права, я написал огромную для журнальной публикации статью, около трех печатных листов. И в журнале «Закон», номер седьмой, она была опубликована. Когда я решил ознакомиться с этой статьей Дамира Хамедовича, то через три часа, вот оперативность работы этого журнала. Он мне ответил, да, статью получил, прочитал, принимаем публикации. Вот по его информации в четвертом номере журнала эта статья будет опубликована. Желающие могут прочитать. Ну, что делать с кодексом административного судопроизводства? Естественно, ставить вопрос о том, что надо отменить, законодатель на это не пойдет. Кстати, кто такой законодатель? Говорим, употребляем этот термин, не совсем понимая, кто это. Ну, кто это? Федеральное собрание, которое состоит из двух палат. По информации тележурналистов, мы примерно представляем, как происходит заседание в Государственной Думе. Зал в значительной степени пустой. Когда происходит голосование, кто-то бегает по рядам, голосует по доверенности, бездоверенности, не знаю, иногда там еще обливаются соком, держат женщин за волосы. Значит, это не совсем тот законодатель, который нужен нам, мудрый, взвешенный законодатель. Вторая палата – это такой более орган. Он не будет заниматься деталями, редко они в это вмешиваются. Президент Российской Федерации, вот по информации сведущих журналистов, он подписывает в день до 200 документов. В чем документы бывают разные, указ о награждении на страницу и кодекс или закон на сотни страниц. Значит, основной законодатель – это подготовка законов в соответствующих комиссиях. Наверное, там надо заниматься более тщательно, подготовкой законов и не выпускать таких кодексов скороспелок, чтобы в него тут же вносились всевозможные изменения. Благодарю за внимание, уважаемые коллеги. Александр Тимофеевич, спасибо за интересное сообщение. Я по программе, вы видите, я немножко даже позволил себе изменить тему вашего выступления. Вообще так она звучала, что же вы натворили, да? Да. Двоеточие и дальше по поводу ликвидации и так далее. Я вот первую часть убрал, чтобы уж как-то выглядело. Я могу сказать, как я хотел назвать это выступление. Вы хоть понимаете, что вы натворили. В свое время сказал гарант нашей Конституции по другому поводу. Но я боюсь, что здесь тоже в свое время будет сказано, что же вы натворили, друзья, с кассом и некоторыми другими законотворческими проектами. Спасибо. Спасибо, Александр Тимофеевич. Но с более развернутым вашим мнением действительно можно будет ознакомиться в журнале «Закон». Ну и будет у нас также продолжение в нашем журнале той статьи, которую вы прислали. Уважаемые коллеги, также с большим удовольствием я вот хочу предоставить слово нашим друзьям из Китая, из Нанкинского университета. Профессор Лю Кейси сделает сообщение по совершенствованию гражданского процессуального законодательства в отношении третейского арбитража. Дамы и господа, прошу прощения. Доброе утро. Я буду выступать на китайском языке. Я работаю как арбитр. Он арбитров больше 20 лет. Дима моего доклада о совершенствовании гражданского процессуального законодательства в отношении третейского арбитража. Дима моего доклада о совершенствовании гражданского процессуального законодательства в отношении третейского арбитража. В конце 2015 года в Китае имелось 244 арбитражных комиссий. Им принято к рассмотрению 136 924 дела, что составляет 1,36% от общего числа гражданского дела судов общей юридикции по первой инстанции. Рассмотренные арбитражные дела составляют 0,7% от общих рассмотренных дел народным судом за тот же период. В период 2012 до 2014 года число рассмотренных дел арбитражным третейским судом и судом общей юридикции практически совпадает. Буквально несколько лет назад, арбитражные третейские дела составляли менее 1% по сравнению с гражданским делом, рассмотренными судами общей юридикции. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я считаю, что исполнительное производство Субтитры создавал DimaTorzok 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 Статья 5. Разъяснение Верховного Народного Суда По ряду вопросов применения Закона ГНР об арбитраже Гласят Если уж соглашение, стороны указали Два или более арбитражных усердений Стороны могут договориться Обращаться к любым из согласованных Арбитражных усердений Если стороны не могут договориться О Тридейском суде То арбитражное соглашение Я считаю, что не является недействительным Мы полагаем, что Исходя из признания и уважения Автономной воли сторон И равноправного отношения К праву арбитража и судебному праву Данные судебные договоры Я являюсь необоснованным и несправливым Изважение автономной воли сторонны Если стороны не могут прийти к согласию По выбору арбитражного усердения То мы все же не можем решить Что арбитражное соглашение Я являюсь недействительным Поскольку намерение сторон Выбирать арбитраж очевидно Намерение выбора из двух Или более арбитражных усердений Так же очевидно Суд должен уважать выбор сторон Из признания Раминство отношения к праву Тридецкого арбитража и судебного праву У гражданского тела Имеется такая же ситуация Но в Ирконе суд Сделал абсолютно противоположную политику Продолжение следует... Статья 30 разъяснение Юрху народного суда По применению закона ГР Об арбитраже 30 января 2015 года Глаз При договорной подсудности Если стороны договорились О двух или более судах Которые имеют фактическое отношение К юрисдикции по данному спору Естественно может подать У любой суд из них При разморении вопросов Одного типа В качестве национальных судебных аппаратов Им следует принимать решения Руководствуясь Едиными критериями Когда касается Собственного права Арбитражного органа И государственного суда Они должны быть более сдержанными И поддерживать Арбитражные тридцатские учреждения При проведении судебного договора Они расширят свою власть И принимать Ограниченные полномочия К арбитражному комитету Должен обладать функционалом И исполнять процедуры Соботающие с арбитражным органами Размахывающими дела За участием и настранных лиц Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Судебного договора Верховного суда Что предусматривает Что если одна из сторон В соответствии с оборудованием Закона об арбитраже Подала заявку в суд Для аннулирования арбитражного решения По делу Имеющим связь с иностранецами Если суд после рассмотрения Этого заявления Приходит к выводу Удовлетворительное заявление Такому что иностранные арбитражные решения Не подлежит исполнению То перед админом арбитражного решения Или уведомлением Тридцовского суду О повторном рассмотрении дела Нужно известить Верховный народный суд В данной области Если высший народный суд Согрешается отменить решение Или уведомляет О проведении повторного Арбитражного судебного процесса Об этом решении О повторном рассмотрении Должно быть сообщено В Верховном суду После получения ответа От Верховного народного суда Высший народный суд Может отменить решение Или же он Уведомляет Суд о повторном рассмотрении Принявший дело К рассмотрению суд Должен у течения Тридцать дней После принятия заявки Уведомить В ВН суд Если данный Высший народный суд Согрешается То такое согласие Должно быть направлено В Верховный суд У течения 15 дней Должно быть сообщено В Верховном суде В Верховном суде И в Верховном суде Согрешается Увы Согрешается В Верховном суде Я считаю Бога суда Индан Джинер Тойганда Гонлэда Согрешается Должно Должно Семь отчетности Несомненно Обеспечивает Строгое соблюдение Кидаем Международной конвенции И наши законы Касающиеся Иностранцев Эффективно Сохраняет Авторитет Арбитражных решений Касающиеся Иностранцев Мы полагаем Что Такая же Семь отчетности Должна быть Распределена На внутренний Арбитраж Что Способствует Сохранению Авторитета От действительного Арбитражного решения И способствует Улучшению Отношений Согласованности Взаимных Процедур Ибо Муз Между Тредетским Арбитражом И судебным Процессом Предусматривает Оптимальную Легламентацию Процедура Затем Затем 15-я закон Кан-АР Об арбитраже Глазит Китайская Арбитражная Ассоциация Состоит Из общественных Организаций Арбитражные Комиссии Являются Членами Китайской Арбитражной Ассоциации Устав Китайской Арбитражной Ассоциации Устава Она осуществляет надзоры за соблюдением процедур и законов, отслеживает нарушения дисциплины арбитражного комитета и его цилиндров, арбитров. Китайская арбитражная ассоциация формулирует правила производства арбитража в Советстве с положением настоящего законов и Гражданского процессуального кодекса. Это в большинстве, в большинстве,影響了仲裁 и Сусунг的正常关系. Закон КР об арбитраже был в детстве уже больше 20 лет. Однако китайская арбитражная ассоциация до сих пор не создана. Эта значительная степень повлияла на нормальные отношения между арбитражом и судебным процессом в вопросах взаимных полномочий и соответствующих процедур. 2008年 3月,中国已成立筹备组织, 名称是 «中国仲裁协会筹备领导小组». В марте 2008 года, по появлению государственного совета, создана подготовительная организация КИ, которая называется «Руководитель группа Китайской арбитражной ассоциации». Руцен所述, чуж如 сетгий «仲裁權», «Семпан權»的规定, 应该有中国仲裁协会和最高人民法院协商確定, 即使协商不成,也应该报请国家立法机关解决, 而不应该有法院一家 дуда的规定. Как уже упоминалось ранее, данные вопросы должны определяться на переговорах Китайской ассоциации Тридейского арбитража и Верховного народного суда. Если переговоры не приводят к конструктивным решениям, это прерогатива национального законодательного органа. А положение, когда все эти вопросы решаются доминирующими судьями органами, нельзя считать удачным. Такое положение контрпродуктивно. Продолжение следует... Спасибо. С 1994 года у нас формируется закон об арбитраже. Особенно в 2012 году, в связи с изменением Каринданского процессуального кодекса, улучшились отношения между китайским Тридейским арбитражом и судебным процессом. Мой доклад представляет собой исследование с целью дальнейшего улучшения отношений между ним и содействия осуществления модификации 20-летнего закона об арбитраже. И мы уверены в перспективе китайского Тридейского арбитража. Спасибо за внимание. Спасибо профессору Люкси за такой интересный доклад. Вы все уже сами услышали, не синхронный перевод был, а последовательный. Поэтому отдельное спасибо переводчику. Не все было, конечно, понятно, но я надеюсь, мы все переведем на русский язык, опубликуем в нашем журнале и прочитаем уже так более вдумчиво в юанях, да? Любая валюта, да? Уважаемые коллеги, я также хотел бы с большим удовольствием предоставить слово нашему другу Глебу Владимировичу Севастьянову, главному редактору журнала «Тридейский суд», также преподавателю Санкт-Петербургского государственного университета. Не только Владимиру Владимировичу тянут корни в нашу республику, но и Глебу Владимировичу, поскольку он уроженец города Казани. Лев Владимирович, пожалуйста. Большое спасибо, Дамир Хамитович. Уважаемые коллеги, я очень рад, что такое прекрасное событие сегодня совершается. Я хочу вас всех поприветствовать от лица редакции журнала «Тридейский суд». И вот вчера еще произошло одно событие в Москве в Российском Союзе промышленников и предпринимателей. Прошли российские арбитражные дебаты. Я вот как бы тоже передавая эстафетную палочку, хочу передать приветствие от участников вот этого мероприятия, которое вчера прошло в Москве. Я действительно очень рад, что Казань хорошеет и хорошеет. Я как уроженец это наблюдаю, периодически приезжаю. И действительно ее можно считать третьей столицей. Но мне кажется, уже сегодня есть основания считать ее еще и процессуальной столицей, поскольку к этому уже все сложилось. Есть прекрасный журнал, понятно, работа очень непростая, но Дамир Хамитович ее ведет блестяще. Есть прекрасное взаимодействие на уровне процессуалистов и судейского сообщества, я имею в виду сообщества государственных судей прежде всего. В этой связи я бы хотел выразить отдельную благодарность сообществу судей государственных судов Республики Татарстан, поскольку именно сквозь призму их решений по вопросам третейского разбирательства в России формируется проарбитражный подход по многим проблемам развития третейского разбирательства, альтернативного разрешения споров в нашей стране. Мы можем проследить это исторически, мы можем даже увидеть это сквозь постановление Конституционного суда Российской Федерации, такие судьбоносные, как постановление по недвижимости номер 10П, наверное, тоже все прекрасно знают. В основе была принципиальная парабитражная позиция судей государственных судов Республики Татарстан. Большое спасибо за эту работу, наверное, от имени могу выразить всего третейского сообщества страны. Несколько слов о журнале «Третейский суд», поскольку сам доклад у меня тоже достаточно серьёзный, но я постараюсь быть по возможности более кратким. Журнал «Третейский суд» даёт информацию о всех способах альтернативного разрешения споров в самом широком смысле. Издаётся он с 1999 года, то есть можно посчитать уже более 17 лет. Вот я сейчас в руках держу номер 2-3, звойный, за 2016 год. По нумерации это 104-й, 105-й выпуск журнала. Журнал включал список ВАГ для публикации научных исследований. За организацию взаимодействия сообщества «Третейских судей» и государственных судов в 2011 году награждён высшей юридической премией Фемида. Основные рубрики журнала также связаны с представлением информации о практике «Третейских судов», практике взаимодействия. Недавно созданы две, тоже считаю, принципиальные рубрики. Экспертный совет «Третейского сообщества», который, наверное, препарировал всю «Третейскую реформу», которая развивалась в течение 4-5 лет и давал максимальную информацию. Поэтому я ориентирую на журнал как источник максимальной информации о развитии «Третейской реформы» в нашей стране. И, соответственно, вторая рубрика – это проарбитражный подход, тоже созданный недавно, как раз сквозь призму наиболее таких, не скажу, что просто лояльных, а именно соответствующих законодательству «Третейском разбирательстве решений государственных судов». Даем информацию, некое такое методическое, в том числе это направление. Дается информация о международном коммерческом арбитраже, инвестиционном, спортивном, любом других видах специализированного арбитража, о развитии примирительных процедур, судебных примирительных процедур и всё, что связано с практикой. Журнал издаёт серию книг, называется «Библиотека журнала «Третейский суд». Автором этой идеи был Валерий Абрамович Мусин, к сожалению, он ушёл от нас в прошлом году. Я вот с радостью представляю последний, вот недавно вышедший в серии библиотеки журнал «Третейский суд» учебник. По медиации это первый общероссийский учебник, и важно что? Важно то, что он не собирает международный опыт, а обобщает опыт развития медиации и её применения именно в нашей стране. Написано всеми ведущими нашими экспертами. Приятно, что учебник вышел в сотрудничестве с издательством «Статут», мы тоже с ним идём рука об руку. Очень много у нас достаточно интересных проектов развивается, надеюсь, и будет дальше развиваться. Одна из ключевых задач журнала, но тут уже она выходящая несколько за рамки именно издательской деятельности, это всё-таки считаем, что важно проводить своего рода консолидацию специалистов, консолидацию «Третейского сообщества». Тоже ежегодно проводим известный форум «Третейского медиативного и делового сообщества», где как раз все основные проблемы обсуждаются в сфере развития альтернативного разрешения споров в целом. Созданы экспертные площадки с участием известных специалистов, создан так называемый экспертный совет «Третейского сообщества», в который вошли ведущие эксперты страны. Сейчас планируется работа по созданию аналогичного научного представительства в сфере медиации. Я уже сказал, что эта работа по консолидации ведётся. И важно всё-таки представлять, что за эти 25 лет, наверное, уже развития альтернативного разрешения споров в нашей стране есть серьёзные достижения. И вот не так давно редакция выступила инициатором премии в сфере альтернативного разрешения споров «Арбитраж и примирение». И мы уже ряд вручений провели. Ну, думаю, что всю эту информацию можно найти в соответствующих источниках. Вот, это что касается деятельности журнала. Что касается моего доклада, связанного с реформой, понятно, что я остановлюсь именно на реформе законодательства об арбитраже «Третейском разбирательстве» в Российской Федерации. Но могу сказать, что аналогичные реформы идут сейчас по всему миру. И понятно, что проарбитражный подход пытаются закрепить довольно значительно число юрисдикций. И это связано с развитием национального арбитража и с привлечением, так сказать, трансграничных споров. Ну, на мой взгляд, для того, чтобы вообще арбитраж развивался, нужно три основных вещи, чтобы всё шло достаточно эффективно. Первое – это обеспечить его доступность. Вот мы всё время говорим о доступности правосудия как таковой, но, мне кажется, не совсем задумываемся о доступности способов альтернативного разрешения споров, и, в частности, института арбитража. Вот сейчас идёт дискуссия, сколько третейских судов вообще должно быть в России. Считается, что две-три тысячи, о которых по скромным подсчётам их есть, это довольно значительно, ни в каких других странах такого количества нет. Но мы должны всё-таки сопоставить с размерами нашей отчизны. И если количество государственных судов порядка двух тысяч, так почему количество третейских судов, которые должны быть максимально приближены к сторонам, должно быть меньше? Ну, это такой вот вопрос. И доступность, конечно, она связана ещё с нормой Конституции, пунктом 2 статьи 45. Второе, это, конечно, должно быть развиваться и совершенствовать законодательство, которое должно в максимальной степени соответствовать правовой природе арбитража и в какой-то степени международным стандартам, с учёным, конечно, национальных особенностей. Это вот тоже важное направление. И третье, наверное, на чём может остановиться, это вот то, о чём я говорил вначале, формирование проарбитражного подхода в практике государственных судов. Потому что что бы ни делали на уровне законодательства, какое бы количество судов ни создавали, всё зависит от взаимодействия третейских и государственных судов, и взаимопонимания. И, наверное, очень правильно, что сейчас новый закон разрешил судимой отставки быть арбитрами, поскольку вот это ещё один мостик для взаимопонимания. Есть, конечно, ещё аспекты, связанные с качеством и со злоупотреблениями. Но что касается качества, я понимаю одно, что с точки зрения правовой природы альтернативного разрешения споров и то, что именно стороны выбирают и центры, из тех лиц, арбитров, я думаю, что в данном случае, если уж они сами сознательно выбирают, то всю ответственность за качество тех способов альтернативного разрешения споров они возлагают на себя, иначе просто смысл какой-то пропадает в альтернативном разрешении споров. Ну, этот вопрос связан ещё с формой ответственности, да, и я тут развивать эту мысль не буду, но считаю, что вот вопрос качества, он напрямую связан с природой альтернативного разрешения споров. Ну, что касается злоупотребления, с ними, конечно же, надо бороться, есть для этого специальные органы, есть и соответствующий контроль на выходе решений третейских судов, компетентными судами, сейчас вот формы контроля расширились, поэтому думаю, что тут, наверное, не такие даже ключевые факторы, хотя в повестке реформы они стояли на первом месте. Теперь, тоже вот у меня доклад называется, надо охарактеризовать, с чего всё начиналось, да, и основные вехи, поэтому понятно, что вот это инициирование реформы третейского разбирательства шло всё-таки, я могу сказать, именно снизу от третейских судов, потому что уровень доверия, вот о нём сегодня говорили, да, ну, стал немножко снижаться, и всё больше и больше стали говорить о всевозможных злоупотреблениях, и, конечно, понятно, многие понимали, что связано это, прежде всего, с несовершенственным законодательством, ну, не то, что несовершенственным, а присутствием в нём определённых лакун, которыми воспользовались недобросовестные лица. Вот, и, в общем-то, основной социальный заказ, я имею в виду, от третейского сообщества состоял в точечном регулировании действующего законодательства, вот, в связи с тем, что вот существуют лакуны, позволяющие мимикрировать, в том числе, под государственные суды. И второй аспект, он международный, я думаю, тоже все его прекрасно знают, это типовой закон Юниципального Центратора в 2006 году был изменён, и появились новые стандарты международного арбитрирования, и компиляция их в нашем законодательстве тоже являлась злобой дня. Вот два ключевых момента, которые послужили толчком для проведения самой реформы. Теперь можно что сказать, что реформа состоялась, все знают, с 1 сентября вступил в силу федеральный закон об арбитраже третейском разбирательстве в Российской Федерации, и, видимо, тут можно сказать несколько слов о вот этих итогах, которые мы получили с принятием и вступлением в силу этого закона. Ну, на мой взгляд, точечного, конечно, уточнений законодательства не произошло, а произошла своеобразная революция в сфере арбитража в нашей стране. Есть положительные аспекты, я их сейчас постараюсь перечислить. Это, прежде всего, то, что по ходу третейской реформы отказались от представления третейского разбирательства как гражданско-правовой услуги, отказались от статуса юридического лица для постоянно действующих третейских судов и ряда других моментов, которые несколько могли увести реформу в несколько ином направлении. На мой взгляд, самое положительное, что на уровне государства создали совет по совершенствованию третейского разбирательства, в который вошли ведущие специалисты, ведущие правоведы, эксперты и представители бизнеса, на плечи которых возложено дальнейшее совершенствование законодательства и по всем другим направлениям. Первое заседание совета прошло 27 сентября, я думаю информацию, я даже бы попросил Михаила Зиновича Шварца, заведующего кафедрой гражданского процента Санкт-Петербургского государственного университета, наверное, он расскажет, как член данного совета, о том, какие вопросы рассматривались на первом его заседании. Есть еще ряд моментов, связанных с формированием проарбитражного подхода, тоже кратко на них остановлюсь, потому что, наверное, да, я уже достаточно много говорю. Это касается и формы арбитражного соглашения, то есть более либеральных основ по соблюдению ее действительности, сокращения срока выдачи исполнительных листов и сроков оспаривания, отказ от принципа, основополагающих принципов российского права, принципа законности, содействия суда в получении доказательств, ну и ряд других моментов, прояснения вопроса с арбитрабельностью споров. Вот как бы есть достаточно серьезные подвижки в законодательстве, дающие возможность для дальнейшего развития арбитража в России. Вместе с тем, сама правовая природа арбитража, на мой взгляд, значительно видоизменилась. С чем это связано? И даже не просто видоизменилось. Мы говорили, что постоянно действующий Третьейский суд, ну и об этом говорил, Конституционный суд Российской Федерации, он является институтом саморегулирования гражданского общества. Вот теперь, с точки зрения именно разрешительного порядка создания Третьейских судов, вот той юридизации в нашем законодательстве, о котором говорил Владимир Владимирович Ярков в своем выступлении, ну я уже лишь могу сказать сквозь призму законодательства о Третьейском разбирательстве, поскольку сам процесс Третьейского разбирательства стал довольно значительно формализован, вот та диспозитивная процессуальная форма Третьейского разбирательства все ближе и ближе приближается к процессуальной форме правосудия, и само Третьейское разбирательство, арбитраж можно в отношении данного закона охарактеризовать как некую частную форму осуществления правосудия. Именно так, потому что в законодательстве появились многие моменты, ну понятно, что есть и просто вопросы контроля, но есть, скажем, такие, которые могут говорить о создании некой даже инстанционности или включении третейских судов или вот постоянно действующих арбитражных учреждений в будущем, вот система осуществления правосудия в нашей стране, поскольку даже появились такие моменты, как возможность исправления ошибок при исполнении и оспаривании лишений третейских судов с приостановлением производства в государственных судах, с возобновлением третейского разбирательства вновь, как это будет реализовываться на практике, вопрос серьезный, но говорю, что, наверное, это будет будоражить не только деятельность третейских судов, но и вот все новые подходы в плане взаимодействия третейских и государственных судов также придется выстраивать, наверное, по-новому с учетом новых реальностей. Арбитрабельность точно тоже так теперь определяется именно через АПК и ГПК, хотя раньше она определялась в специальном законодательстве. Про дополнительные меры содействия я уже сказал, еще, наверное, остановлюсь по этому блоку только на одном вопросе. Серьезно изменилась иерархия источников процедуры арбитража. Появились такие новые источники, как прямое соглашение сторон, тоже обладающее, на взгляд законодателя, определенной спецификой. Появились, так скажем, в кавычках императивные нормы регламентов, которым не может противоречить даже соглашение сторон. Появились условно-диспозитивные нормы закона. Это вот те нормы, которые позволяют заключить прямые соглашения или исключающие, которые имеют чаще всего исключающий характер. Приближаясь к заключению своего выступления, я, наверное, все-таки еще хочу сказать, что в отношении этих революционных изменений, что не просто произошло изменение процессуальной формы третейского разбирательства, но и в будущем история российского арбитража, российских центров арбитража будет написана фактически с чистого листа. В чем это выражается? Вот я уже сказал, что сейчас существует порядка двух-трех тысяч, по некоторым оценкам, постоянно действующих третейских судов. И дело в том, что в вступлении в силу нового закона могут создаваться, я подчеркиваю слово, создаваться только постоянно действующие арбитражные учреждения. Ничего о судьбе постоянно действующих третейских судов в законе не говорится, и говорится лишь о двух самых авторитетных третейских судах, международном коммерческом арбитражном суде и морской арбитражной комиссии, которые должны привести свои документы в соответствии с данным законом и в определенный срок. Что же происходит с постоянно действующими третейскими судами? В законе написано, что если они не получили разрешение, они и постоянно действующие арбитражные учреждения в течение годичного срока, если не получат разрешение в Совете по совершенствованию третейского разбирательства, они дальше не смогут администрировать те третейские соглашения, на которые раньше они были ориентированы. Получается, какая ситуация, что придет время, и еще одна интересная вещь, с точки зрения самого закона, действовал который до 1 сентября 2016 года, я имею в виду закон о третейских судах Российской Федерации, там ничего не говорится, что он утрачивает свою силу. Говорится о том, что утрачивает силу лишь две главы, связанные со спариванием и с исполнением решения третейских судов. То есть фактически он не применяется к арбитражу, к арбитражу именно как процедуре третейского разбирательства, но его не отменили, и он продолжает свое действие. Для чего он продолжает свое действие? Видимо, продолжает только путем соответствующих сопоставлений норм закона, можно прийти к выводу, что он лишь необходим, что старые постоянно действующие арбитражные учреждения все-таки были в правовом поле и могли, даже если соответствующие нормы, что постоянно действующие третейские суды старые могут продолжать администрировать спор. Но вот до того момента, который определен действующим законодательством, там тоже установлен срок, по нему можно поговорить отдельно, но думаю, что я на нем отдельно останавливаться не буду. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда у одной некоммерческой организации в какой-то промежуток времени может одновременно существовать и постоянно действующий третейский суд, и вновь созданы постоянно действующие арбитражные учреждения, потому что ликвидировать старого нет смысла, пока не получено разрешение соответствующего совета по совершенствованию третейского разбирательства. Будет оно получено или нет, это еще большой вопрос. Поэтому вот такая конструкция, она сохраняется, и ничего не говорится, что дальше будет с этими постоянно действующими арбитражными учреждениями, с самим законом о постоянно действующих третейских судах Российской Федерации. Видимо, они останутся соответствующими правовыми памятниками, если соответствующие компетентные лица не примут необходимые решения. На этом я завершу свое выступление. Понимаю, что закон принят, и нужно его применять, и сегодня уже нет необходимости в каких-то дискуссиях, а есть необходимость в дискуссиях другого порядка, именно о применении и толковании данного закона. И в этой связи я могу тоже с удовольствием представить первую ласточку, первый российский комментарий об арбитраже третейском разбирательстве в Российской Федерации под редакцией известных специалистов профессора Олега Юрьевича Скворцова и профессора Михаила Юрьевича Савранского. Вот так вот он выглядит, и опять же, мне очень приятно, что эта первая ласточка прилетела из рук издательства «Статус». Большое спасибо за внимание. Спасибо, Глеб Владимирович, за интересное выступление. Вы, как самый осведомленный человек в этой области, один из самых осведомленных, всегда держите руку на пульсе, да, но даже вы точно не знаете, сколько третейских судов в стране. Две-три тысячи, такая разбежка большая, тысяча, да. Я думаю, что с точки зрения природы арбитража в этом почете нет вообще никакой необходимости. Ну, я помню, ваш журнал, он, собственно, несколько лет назад вел такую большую работу по переписи, да, и сейчас ведется, то есть это так бесконечная работа, видимо, да, но очень полезная для нашего. Да, я поясню, всероссийскую перепись третейских судов мы организовали в 2003 году, сейчас ее в добровольном порядке прошли порядка 400 третейских судов, но, опять же, это лишь мостик для консолидации третейского сообщества был создан, и вот такой проект существует, но понятно, что, опять же, он, видимо, ограничен тем сроком, который закон дает и старым постоянно действующим третейским судам существовать, а новые постоянно действующие арбитражные учреждения, естественно, в подсчете нуждаться не будут. Спасибо. Уважаемые коллеги, я также с большим удовольствием хотел предоставить слово человеку, который тоже очень много сделал для развития доктрины и третейского производства, и альтернативных методов урегулирования споров, это Елена Ивановна Носарева. Спасибо большое, Дамир Хамидович, за такое представление, и, конечно, я хочу поблагодарить сначала организаторов ставшего уже традиционного симпозиума Вестника гражданского процесса, и действительно, этот журнал мы все очень любим и уважаем, с нетерпением ждем каждого номера, и приветствовать участников от нашей кафедры, потому что здесь присутствуют четыре представителя от нашей кафедры, и я думаю, что это достаточно многое свидетельствует о том, что наши интересы, научные и практические интересы совпадают с той тематикой, которая заявлена сегодня в программе. И мое выступление посвящено влиянию реформы арбитража, о которой сегодня уже много говорили, на процессуальное законодательство, то есть на арбитражный процессуальный кодекс и на гражданский процессуальный кодекс, и, безусловно, что эта реформа затронула не только, и закономерно совершенно затронула не только сам институт арбитража, но и, конечно, нормы процессуальные, потому что мы знаем, что арбитражи и государственные суды взаимодействуют по целому ряду направлений. Я остановлюсь лишь на некоторых изменениях, изменений действительно очень много, на некоторых изменениях, которые, ну, у меня во всяком случае вызывают целый ряд вопросов, которые нуждаются, наверное, в каком-то размышлении и, может быть, в дальнейшем развитии или в осмыслении этих новых положений. И, кроме того, тоже сегодня говорили об этом, Александр Тимофеевич говорил о проекте нового ГПК, сегодня не только концепция, уже имеется этот проект ГПК, пока мы не знаем, насколько, да, реально его судьба, но, тем не менее, тот проект, который есть сейчас, он пока что вообще не учитывает изменений законодательства об арбитраже, и, если всё-таки он будет дальше разрабатываться и приниматься, конечно, нужно иметь в виду эти изменения и, может быть, исправить те недостатки, которые сейчас есть. Ну, прежде всего, конечно, следует сказать о необходимости согласования законодательства об арбитраже с процессуальным законодательством. Я напомню, что когда в 2002 году принимались практически одновременно и разрабатывались и принимались АПК, ГПК и закон о третейских судах, вот такое согласование было практически абсолютно достигнуто. Но сегодня о таком согласовании полном, конечно, мы не можем сказать, и те нормы, которые есть сегодня в законе об арбитраже в новом, они не совсем, да, получили такое же чёткое отражение в процессуальных кодексах. Прежде всего, хочу сказать о терминологии. Это с точки зрения закона очень важно. Как эти терминологии не совсем согласуются? Например, в законе об арбитраже, ну, самые основные термины, конечно, это арбитражное соглашение. И термин в законе об арбитраже используется арбитражное соглашение. В процессуальных же кодексах по-прежнему сохранены такие термины, как третейское соглашение мы там встречаем, или соглашение о третейском разбирательстве. Понятия такого, как арбитражное соглашение, мы там не видим. Арбитражное решение, термин, который содержит закон об арбитраже, тем не менее в процессуальных кодексах, это касается разделов, посвященных производству, связанных с исполнением решений третейского суда или со спариванием решения третейского суда, именно термин содержится решение третейского суда, а не арбитражное решение. И, наконец, закон об арбитраже использует термин арбитры, хотя в терминах, в скобках указаны третейские судьи, но, тем не менее, в процессуальных кодексах термин тоже третейские судьи. мы встречаем. Насколько вообще принципиально говорить о таких различиях? Конечно, с точки зрения специалиста мы понимаем, что эти термины могут использоваться взаимозаменяемо в науке и на практике вполне, потому что мы понимаем, о чем идет речь. Но все-таки с точки зрения законодательства, с точки зрения языка закона, который должен, наверное, использовать для обозначения одинаковых категорий или одинаковых явлений, один и тот же термин, наверное, более правильно все-таки согласовать терминологию и в процессуальных кодексах использовать именно те термины, которые сейчас содержатся в законе об арбитраже. Ну а если говорить с точки зрения пользователя непрофессионального, то, конечно, тоже может не совсем, вот это различие не совсем может быть понятным. Ну и последний довод, который, в общем-то, приводился еще в то время, когда действовал закон о третейских судах, что практически вот эта терминология, связанная со словом третейский, но она неперевозима, ну в частности, на английский язык. И все равно мы вынуждены в английском языке использовать такие понятия, как арбитражное соглашение, арбитры, арбитражное разбирательство, а не третейское разбирательство. Поэтому, наверное, все-таки эту терминологию нужно унифицировать, в том числе и с точки зрения такого международного использования этих терминов. Если говорить по существу, то я бы остановилась на одной новой норме, о которой Глеб Владимирович упомянул. Эта новая норма доключается в том, что при рассмотрении заявления об оспаривании решения третейского суда государственный суд может приостановить производство по делу по ходатайству одной из сторон до трех месяцев с тем, чтобы третейский суд мог возобновить разбирательство и устранить основания для отмены. Если оценивать эту норму, то с практической точки зрения, насколько она может вообще реально использоваться и что она означает. То есть, по сути дела, эта норма означает, что если государственный суд приостанавливает производство по делу, каковы действия состава арбитров или состава третейского суда после этого. Ну, справедливости ради надо сказать, что для третейского суда это право. То есть он не обязан возобновлять производство. Он может, как указано в законе, может возобновить производство. Но насколько арбитры, которые рассмотрели дело, вынесли решение, и я, безусловно, имею в виду абсолютно добросовестный, профессиональный подход к принятию решения, захотят возвращаться, по сути дела, к пересмотру своего собственного решения. А речь идет о таких основаниях для отмены. Например, когда лицо не было извещено о третейском разбирательстве, либо о назначении третейского судьи, либо третейский суд вышел за пределы своей компетенции. То есть, по сути дела, о тех вопросах, которые в обязательном порядке, в соответствии с законом, должны найти отражение в решении суда. Если арбитры рассмотрели спор без участия стороны, значит, они должны обосновать, почему это стало возможным, они должны обосновать компетенцию свою в решении. То есть, арбитры уже высказали свое мнение. А вот это приостановление, которое допускается и которое допускает возобновить производство, в общем-то, по сути, будет означать, что третейский суд может возобновить производство разбирательства по ходатайству одной страны. Ну, что, в общем-то, мы знаем, что все третейское разбирательство основано на взаимном соглашении сторон. И, по сути дела, это означает, ну, своего рода такую апелляцию, да, когда, возможно, повторное рассмотрение дела и вынесение решения. Так вот, я думаю, что именно с точки зрения арбитра, практикующего, что вряд ли арбитры захотят воспользоваться такой возможностью. А если захотят, то они единогласно должны, если коллегиальный состав этой возможностью воспользоваться, что тоже сомнительно. С точки зрения вообще такой возможности, а может, вообще невозможно создать тот же самый, да, использовать тот же самый состав арбитров, потому что кто-то из арбитров не сможет участвовать в повторном разбирательстве. И поэтому вот в таком практическом аспекте вообще эта норма вызывает сомнения. Ну, помимо практического аспекта, эта норма вызывает сомнения с точки зрения соответствия природе Тритейского суда, потому что, как известно, в доктрине существуют правила, функтус официо, которые означают, что полномочия арбитров прекращаются с принятием решения, или, как мы говорим, мандат арбитров, и они уже не вправе возвращаться вновь повторно к своему собственному решению, за исключением особых случаев, когда нужно исправить опечатки, или арифметические ошибки, или разъяснить решение. Всё, никаких других случаев нет. И вот я думаю, что эта норма, в общем-то, существенно нарушает вот такую природу полномочий арбитров. И, наконец, если говорить, что с точки зрения практики сама эта норма вряд ли может быть востребована, но эта норма, в общем-то, является предпосылкой для злоупотреблений, для недобросовестной стороны, которая может использовать просто возможность приостановления производства по делу в государственном суде до трёх месяцев, и таким образом просто затягивать процедуру оспаривания решения арбитража. И ещё одно положение, на котором бы мне хотелось остановиться, и которое требует и дальнейшего развития, и на самом деле многие вопросы сегодня непонятно, как они будут работать. Речь идёт о новой функции содействия государственного суда в назначении третейских судей. И включён целый ряд в ГПК, АПК норм, связанных с производством вот по этой функции. И что вызывает вопросы? Ну, во-первых, тоже здесь нет согласованности с законом об арбитраже, потому что ГПК, АПК указывают, что в заявлении о назначении арбитра должны быть указаны сведения об этих арбитрах. И далее, что такое заявление подлежит удовлетворению, если представлены все сведения, необходимые в соответствии с законом для назначения арбитра. Ну, собственно говоря, наверное, этого недостаточно. И сведений, которые указаны в законе для назначения арбитра, недостаточно для того, чтобы назначить арбитров, потому что требования к арбитрам могут не только в законе определяться, но и соглашением сторон. Поэтому, конечно, надо учитывать и те требования, которые имеются, если они есть в соглашении сторон, дополнительные требования к арбитрам. Но самое главное, что ГПК и АПК не указывают очень важного положения, оно содержится в законе об арбитраже, причем оно пришло из типового закона Юнситрал, о том, что государственный суд, компетентный суд, в том числе при назначении арбитра, учитывает любые соображения, которые позволяют обеспечить назначение независимого и беспристрастного арбитра. В ГПК и АПК об этом вообще речи не идёт, но возникает вопрос, тем не менее этот вопрос должен решаться, как государственный суд может удостовериться в независимости и беспристрастности арбитра. Арбитр не вызывается, во всяком случае, таких норм нет, не вызывается в суд для того, чтобы суд мог задать какие-то вопросы относительно независимости и беспристрастности. Более того, ГПК и АПК допускают вообще без участия сторон рассмотрения этого вопроса, их неявка не препятствует рассмотрению дела. И вот здесь большой вопрос, а как суд всё-таки может удостовериться. Я думаю, что вот эти проблемы, они, хотя вряд ли тоже эта практика будет достаточно частой в суде, потому что так как закон формулирует возможность судебного назначения арбитра, в общем-то, можно сделать вывод, что эта норма тоже не очень-то будет работать, и вряд ли таких дел будет много, но тем не менее они могут возникнуть. И здесь, если не на уровне законодательства, то во всяком случае требуются очень серьёзные разъяснения на уровне Верховного суда по этим вопросам. И вот то, что касается независимости и беспристрастности арбитров, то здесь, возможно, с моей точки зрения, выход видится только один. Да, и ещё то, что не учитывается в законе совершенно, ведь арбитр может быть арбитром и выполнять функции только с согласия. То есть ни один закон не говорит о том, что арбитр должен дать согласие. Как государственный суд может назначить арбитра, если не имеется сведения о том, что арбитр согласен или не согласен. Поэтому вот это положение, мне кажется, тоже является обязательным, что арбитр и суд должен удостовериться, что арбитр даёт согласие на выполнение функции. Иначе может сложиться ситуация, когда суд назначит арбитра, а арбитр скажет, что я не могу выполнять полномочия по каким-то причинам разного рода. И вот это всё требует как раз каких-то разъяснений и представления соответствующих документов в суд, которые бы свидетельствовали о независимости и беспристрастности арбитра и о его согласии принять на себя функции арбитра. Но вот это только некоторые положения, которых мне хотелось отметить. Конечно, гораздо больше изменений можно говорить по этим изменениям. И в любом случае, наверное, если всё-таки единый проект ГПК станет реальностью, то вот эти вопросы многие должны, наверное, найти разрешение, в том числе в этом едином ГПК. Спасибо за внимание. Елена Ивановна, большое спасибо за ваше выступление. Ваше экспертное мнение, оно всегда интересно. Я до сих пор помню одну из самых первых книг по альтернативным методам по Соединённым Штатам. Да, библиографическая, так сказать, редкость, да, но вы мне её когда-то в своё время подарили. Уважаемые коллеги, ну, двигаемся дальше по программе. У нас вот такой блок дальше идёт. Это презентация соорганизаторов сегодняшнего мероприятия Хельсинского международного коммерческого арбитража. Я бы вот хотел предоставить слово профессору Кузбагарову Асхату Назаргалеевичу, чтобы он вот представил. Достаточно большая тут делегация. Асхату Назаргалеевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я тоже, конечно, хотел бы присоединиться словам благодарности организаторов Казани. Я думаю, что в данном случае высшая степень оценки, которая здесь может быть дана, она, естественно, вам уже дана. Ещё раз говорю большое спасибо. Поскольку время идёт, и по времени-то 12.00 мы уже должны, я даже свой доклад должен закончить, а время только начало, поэтому мы, естественно, постараемся сделать наш блок, так скажем, хельсинский, сжато, как это, возможно, можно будет сделать. Значит, хельсинский международный коммерческий арбитраж, организация достаточно, может быть, и свежая, но есть несколько обстоятельств жизненных, и, собственно, связанных это и с интеграционными процессами, и Российской Федерации, и наших соседей в Хельсинке. Естественно, Центра Москвы. То есть у нас произошло объединение, так скажем, научных школ, вернее, научных идей наших, не школ, а научных идей, с теми достаточно устойчивыми составляющими, которые имеют место быть за рубежом. Ну, я думаю, что порядочность и известность финских коллег, она финнов, она достаточно распространена, поэтому вот такое своего рода, как бы, объединение, оно у нас произошло, и, естественно, мы хотим этим новым таким продуктом, как бы, выйти на рынок, если его можно назвать рынок, либо на решение тех вопросов, которые достаточно являются актуальными, и внести свой посильный оплаты и лепту, по актуальным вопросам, собственно, ради чего мы сегодня здесь и собрались. И я только единственное, что буду немножко, может быть, маленьким диспетчером в нашем блоке, предоставлю слово вначале руководителю, идейному вдохновителю нашего проекта, Шемякину Игорю Михайловичу, он сейчас расскажет и представится. Потом выступит группа наших коллег из Финляндии, они расскажут, Вальтер Висико, Тиму выступят по гражданскому процессу в Финляндии. Ну, если дадут мне слово, я несколько слов всё равно скажу о своем докладе, собственно, и на этом мы завершим свой блок. И я предоставляю слово Шемякину Игорю Михайловичу для представления нашего. Спасибо большое. Перед вами на мониторах и на большом экране вы видите собственно говоря, ту тему, которая заложена в эту презентацию, это универсальное разрешение экономических споров между хозяйственными субъектами, как в рамках, так и за пределами различных интеграционных объединений. Второй, следующий, пожалуйста. Откройте второй. Да, спасибо. Здесь просто в этом выступлении я хочу раскрыть ту подоплёку, которая заставила нас прийти к мысли о создании подобного арбитража. Казалось бы, арбитражей, международных арбитражей достаточно много, но тем не менее, при рассмотрении ситуации в интеграционных объединениях оказалось, что в каждом интеграционном объединении есть свои третейские суды, свои арбитражи, но они не удовлетворяют потребностям хозяйствующих субъектов, которые входят в эти объединения. Вот здесь вот переплетение этих шаров, которые вы видите на экране, говорят о том, что ни одно интеграционное объединение не является самостоятельным или отдельным. Они все пересекаются между собой. А уж не говоря о том, что хозяйствующие субъекты, входящие в эти интеграционные объединения, зачастую имеют связи с другими хозяйствующими субъектами из других объединений или из тех же объединений, которые в свою очередь тоже имеют достаточно большое количество связей еще и в третьих объединениях и так далее. И что же решают те суды, которые имеются в данных интеграционных объединениях? Они созданы для разрешения споров межгосударственных, но никак не могут существовать как суды, разрешающие споры между хозяйствующими субъектами. Следующий, пожалуйста. Какие возможности разрешения споров в судах интеграционных объединений имеются? Ну, мы уже с вами поняли. Это, в первую очередь, разрешение споров между государственными участниками объединений по поводу международных соглашений. Следующий, пожалуйста. Какие суды используют для разрешения экономических споров? Ну, здесь вот перечислены основные, которые все мы знаем и которые на слуху, это и международный суд в Париже, торгово-промышленные палаты, арбитражный институт торговой палаты Стокгольма, лондонский, американская арбитражная ассоциация, китайская ассоциация международному экономическому и торгово-арбитражному нашим, КАС и МАК при ТПП. Ну, и еще ряд, которых мы знаем. Далее, следующий. Но для чего нужен независимый? Как все мы убедились, когда рассматривали возможности интеграционных объединений, для чего нужен независимый международный арбитраж? Ну, здесь вот в черном, вы видите, выделены, может быть, и спорные позиции, но тем не менее, что традиционные международные арбитражи имеют достаточно длительную процедуру, дорговезное рассмотрение споров, односторонние экономические санкции к странам и субъектам экономической деятельности, влекущие подозрения в политизации решений. Создание независимого международного арбитража для разрешения экономических споров стало на повестку дня. Следующий, пожалуйста. Как используются международные, как пользоваться международным арбитражом? Ну, это азбука, это мы не будем даже рассматривать. Следующий, пожалуйста. На чем основываются решения международных коммерческих арбитражей для того, чтобы они приводились в действие? Ну, все мы знаем эти международные конвенции. Нью-Йоркская конвенция и Европейская конвенция Женевы. Следующий, пожалуйста. Что говорится в 382-м законе, который вот сейчас вступил в действие с 1 сентября? Ну, не хотелось бы пинать его, поскольку я думаю, что очень многие уже начали эти действия, но хочу сказать следующее. Наверное, никто не знает, что такое стаж третейского судьи, потому что его не существует в природе. Третейский судья – это не профессия, никогда, никакой стаж никогда не исчислялся и не может быть исчислим, потому что, например, если смотреть по списку, ну, пусть у него 10 лет он входит в список, а сколько он рассматривает дел? Это можно установить? Дело в том, что третейские дела хранятся 5 лет, а потом они уничтожаются. Как установить? Сколько раз человек рассматривал? А тем более, можно ли это вообще рассмотреть, если дело не прошло через получение исполнительного листа в компетентном суде? Вообще невозможно установить, потому что по определению и по закону третейское разбирательство является конфиденциальным. Это мы уже не говорим о том, что вот здесь вот прозвучало уже, что сейчас пересмотрен закон о статусе государственного судьи. На самом деле никто его не пересматривал. 3 сентября было всего лишь толкование высшего совета судей о том, что теперь можно судям в отставке быть третейскими судьями, но это же не закон, а закон о статусе государственного статуса судей в Российской Федерации никто не пересматривал. И в сентябре его вообще нельзя было пересматривать, потому что Думы уже нет. Следующий, пожалуйста. Итак, Хельсинский международный коммерческий арбитраж при ассоциации с Хельсинскими международными арбитрами. Это профессиональное объединение физических лиц из разных стран мира. В этом его независимость. Более 300 арбитров, их аттестация, переаттестация, повышение квалификации и переподготовка. Коллегии в Финляндии, ряде зарубежных стран в Российской Федерации. Третьейское разбирательство между субъектами экономической деятельности как внутри интеграционных объединений, так и за ее пределами. Следующий, пожалуйста. А, все. Значит, что я так конспективно все рассказывал, чтобы оставить время моим коллегам, но в итоге что хотелось бы сказать? В чем новшество вот этого создания, которое мы создали в начале 2016 года? Новшество в том, что данный коммерческий арбитраж годится для рассмотрения споров хозяйствующих субъектов между членами интеграционных объединений, независимо от страны, где находится суд. В ряде интеграционных объединений уже с энтузиазмом был воспринят этот проект и он поддержан. В частности, в таком интеграционном объединении, как СНГ, ШОС, и, надеемся, в БРИКСе будет тоже поддержан. Спасибо. Спасибо, Игорь Михайлович. Ну и я с удовольствием передаю слово нашему коллеге, члену управления, совету управления нашей организации. И это уникальный такой энерджайзер в нашем предприятии, уникальный он ещё и тем, что он владеет русским и финским языком. Я в нём спрашиваю, говорю, вы на каком языке думаете? Он говорит, на русском. Ну, вывод можно сделать. Вальтер Висико, пожалуйста. Спасибо, Игорь Михайлович, за приглашение. Большое спасибо, что мы можем участвовать в вашем форуме. Совершенно очевидно, что делегация из Финляндии рассматривается как, скажем, у вас в столице, в республике вашей, как, значит, родственная народность, так как мы, насколько понимаем, мы все ходим в финно-городскую группу, вот, поэтому как-то братья в какой-то степени. Вот, поэтому благодарен вашему приглашению, соответственно, и, уважаемые дамы и господа, для того, чтобы рассказать, скажем, суть системы финского гражданского судопроизводства, в частности, гражданского процесса, частично, скажем, расскажу также чуть в деталях арбитражного процесса, вот, и потом, наверное, меня дополнит мой коллега, может чуть раскрыть поболее также эту специфику правопорядка в Финляндии. В части вчерашнего приезда было отрадно еще раз поблагодарить вас, что ваши коллеги, которые нас пригласили, встречали нас в аэропорту, представители Сверховного суда, сказали, что, ну, приехали горящие финские парни. Вот, поэтому, наверное, наверное, впредь для работы с вами, конечно говоря, очень отрадно подметить, что, соответственно, мы радушно будем работать на этой международной арене, тем более, как сказано было сегодня, что Казань является и является, и являлась, в общем-то, третьей столицей Российской Федерации, вот, и это очень-очень приятно слышать. Вот, тем более, если здесь настолько сильная, как видно сегодня, вот форум наш, объединяющий сильные, значит, люди, действительно правоведы, которые, соответственно, со многих частей мира сюда приехали для того, чтобы рассказать и поддержать именно Казанский форум, вот это вот, и то, что вот у вас идет презентация вашего журнала сегодня и так далее, то, конечно говоря, это во многом дает нам признание вам, что действительно Казанский государственный университет, который, в общем-то, является федеральным приволжским, который действительно имеет очень большое значение в системе, скажем, обучения Российской Федерации, конечно говоря, это нам с большой радостью, мы повезем в Хельсинки, повезем в Финляндию и будем там рассказывать вот сегодняшнее происхождение здесь, что происходило. Судопроизводство финское, которое, в общем-то, гражданское судопроизводство Финляндии, скажем, процесс, который существует или который был образованный, как вы все знаете, после революции в 1917 году Финляндия вошла, получила независимость и, соответственно, сама система судопроизводства, процесс, она базируется, значит, на римско-германском, значит, правовом поле, так как все принципы правопорядка были приняты именно, вот, скажем, из этого, скажем, направления. Более того, сама система процесса, гражданского процесса, в общем-то, изначально были большие, скажем, моменты, судопроизводства были приняты, как бы, скажем, со Швецией, потому как Финляндия, она входила в свое время и в Швецию, до того, как потом перешла в Российскую империю. Поэтому на сегодняшний день судопроизводство, оно, в общем-то, является тем, который был заложен уже, как бы, скажем, с момента независимости Финляндии. Суд, финский суд гражданского судопроизводства или гражданского судебного процесса, в общем-то, трех направлений, трех стадий – это уездный суд, надворный суд и верховный суд. Если же говорить в части работы или ведения судебного процессуального органа, да, то он, в части этого, в общем-то, отнюдь, наверное, отличается от России, Российской Федерации гражданского судопроизводства, потому как таким же образом регламент суда работает по тем же направлениям. Поэтому, как бы, здесь, соответственно, только отличие идет в том, что, значит, здесь три ступени – это уездный, надворный и верховный. На этом, значит, все дебаты прекращаются на верховном суде. В части арбитражного судопроизводства или арбитражного третейства, да, как сказал наш председатель Совета управления, хельский международный арбитр Игорь Михайлович Шемякин, то, соответственно, эта система работает именно так, что, как все, наверное, знаете, Нью-Йоркская конвенция, которая, значит, куда входит Финляндия, она вот на новом этапе, когда вот произошло вот это вот, скажем, арбитражное арбитражное третейское новое законодательство с 1 сентября в Российской Федерации, в общем-то, было принято решение, что в Хельсинке был зарегистрирован значит, хельские международные арбитры, куда входит коммерческая ассоциация хельские международные арбитры. В части этой вот этот орган начал работать с мая месяца текущего года. Более или менее, скажем, в том направлении нашей этой работы, которая сейчас существует, да, сейчас происходит вот именно переломный этап, переломный период, наверное, об этом скажет больше, наверное, Ассад Назаргалиевич Кузбагаров, потому как он более ситуацией этой владеет здесь на территории Российской Федерации, он скажет, может быть, там некоторые этапы самой системы, как она должна проводиться по работе, да. Но то, что у нас в Хельсинки, как она вот созвучна и будет, скажем, в дальнейшем прорабатываться, то я полагаю, что здесь сегодня, слушав коллег, которые, в общем-то, являются специалистами арбитражно-третейского права, которые вот сегодня высказывались, в общем-то, понимая, конечно говоря, эту роль, что сегодня вот этот закон существует, новый закон, который вышел, да, работу нужно проводить, арбитражных судейств, как мы понимаем, тут назвали буквально тысячи, скажем, если посмотреть по этим по спискам, вот, то понять сейчас новую систему, конечно говоря, пока сложновато, потому как, значит, вот эта вот схема начала только работать с сентября месяца, скажем так вот, если берем в части это Российскую Федерацию. Сама суть нашей работы, конечно говоря, она охватывает, в общем-то, все, многие страны, куда уже вошли, вошли членами сюда, многие страны, скажем, из всего мира, да, и полагаю, что здесь она будет далее развиваться, и с учетом вот вашего сегодняшнего, скажем, даже взять, если же гражданский процесс, вот ваш, значит, ежедневный симпози журнала Вестник, да, вот то, что Казанский арбитражный день, здесь у вас даже вот написано в зачатии, что развитие верховенства права и региональные проблемы, вот как бы вот, я полагаю, что с вашего вот этого сегодняшнего, такого прекрасного форума, да, солидных, хороших правоведов, которые сегодня здесь заседают, конечно говоря, мы на беседе, когда у нас будет собеседование, значит, после вот нашей сегодняшней встречи, конечно говоря, мы будем искать пути прикосновения, пути, значит, скажем, возможных моментов, то, что мы можем будем развивать, вот скажем, вот эту вот тенденцию по Российской Федерации, да, и в частности на международном уровне, да, вот, поэтому, как бы, я вот обкратце, наверное, более предметей не буду вам объяснять процесс, сам гражданский процесс, потому как это опять займет больше, более, более большое время, думаю, что при, когда у нас будет беседа, у нас будет круглый стол, так полагаю, да, значит, на вопрос, на ответ мы сможем уже буквально на круглом столе задавать там, да узнавать, выяснять, отвечать на те вопросы, которые вы сможете нам задать, и на которые мы вам сможем ответить. Поэтому сейчас, вот, наверное, полагаю, тогда Асхат Назаргалевич представит слово моему коллеге, коллеге международного, международных арбитров, судье Тиму Антариссонен, и думаю, что Риссон, может быть, в двух словах также расскажет чуть-чуть поподробнее процедуру нашей работы и нашего вот этого процесса, который вот на сегодняшний день у нас там работает. Спасибо вам. Аплодисменты. Он может выглядеть как соглашение, может через ассоциацию решаться, с помощью обмена писем. В нормальном суде одна сторона может подавать заявку на арбитраж, на использование на переходе в арбитраж, поэтому необходимо подавать данную просьбу раньше. Обычно трое сторона существует. Если нет другой заявки, люди должны быть полностью компетентными, должны быть совершеннолетними. арбитр должен быть... считают, что спор нельзя решить в арбитражном суде, тогда процесс будет аннулирован, или если результат идет вразрез с юридической системой, правовой системой Финляндии, или если ощущение арбитра это настолько туманное и непонятное, что результат, результат, исход не является понятным в правовом отношении. И также по запросу страны данное решение может быть пересмотрено нормальным судом. Также могут... если решение необходимо передать ему юридическую силу, то вы можете отправиться в арбитражный суд первой инстанции в Финляндии. Стороны, разумеется, несут ответственность перед арбитражом за работу, и расходы есть. Также в течение 40 дней вы можете подать апелляцию по решению суда, если страна считает, что решение принятым арбитражом является неверным, то они могут подать апелляцию в течение 60 дней, а также решение международного или заграничного арбитража могут применяться в Финляндии. Следующим методом... Ну, в общем, это основные процессы арбитража в Финляндии, как я уже сказал. У нас есть административные суды, у нас есть суды, общие суды, и поделены они на 3 стадии, но думаю, данной информации для вас на данном этапе будет пока достаточно. Господин Кузбагаров может продолжить. Асхат Назар Галич, можно я вклинюсь немножко, да? Конечно, да, Михайлович. Вот, потому что, ну, во-первых, хочется поблагодарить наших коллег из Финляндии и также наших российских коллег, которые занимаются созданием нового арбитража. Ну, хочется надеяться, что это действительно будет очень полезный новый институт арбитражный, составит серьезную конкуренцию с знаменитым таким институтом, как лондонский арбитраж, парижский, стокгольмский. Вот, ну, я бы хотел предложить немножко отдохнуть, то есть тяжело бороться с кофебрейком, да, и бессмысленно, самое главное, то есть немножко нужно все-таки в неформальной обстановке отдохнуть, пообщаться, попить чайку, кофе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!